добрый день дорогие друзья меня зовут михаил басинский и рад вас приветствовать снова на наших трансляциях где мы смотрим интересных всяких спикеров психологов кучи сегодня мы посмотрим с вами нику она максиму которая 92 почти тысячи подписчиков и наша тема вы знаете как какова это детско-родительские отношения и так как ваши дела как ваше самочувствие настроение здоровье бодрость духа как ваше воскресенье уже день на дворе погода такая уже зимняя практически так еще кое-какие видео я подготовил на сегодня и завтра мои дорогие сепарации это процесс что жду вас на прямом эфире в 20 по москве а под постом анонсом везде в комментариях вы можете задавать свои вопросы и обозначать какие-то интересующие вас темы для эфира завтрашнего ну а также жду вас на бесплатной короткой консультации ну и конечно же подписывайтесь во второй телеграм-канал с подкастами где мы читаем книги среда пятница воскресенье с 13 до 14 но иногда и по вечерам например как сегодня это будет у нас в 20 о москве жду вас сегодня будем дочитывать психологию стресса роберта собольского к мы ждем слушателей пишите как ваши дела на этой неделе длинные праздничные выходные еще завтра будет выходной ну что ж давайте приступим послушаем постепенного отделения и становления самостоятельным и независимым от родителей самый первый акт сепарации это процесс рождения ребенка то есть ребенок после рождения становится отдельным физическим телом постепенно ребенок учиться самостоятельно есть постепенно ребенок учиться самостоятельно ходить он все более и более и более становится самостоятельнее и независимыми от родителей как можно определить произошла сепарация или не произошло вот я сепарированный уже человек или не сепарированный. Я назову основные такие вот самые основные признаки. Первый, самый важный, очень важный признак это то, что вы живёте отдельно от родителей. Меня задаёт вопрос, можно ли, проживая вместе с родителями, отделиться от них, сепарироваться от них? Я не представляю, как это возможно, потому что до тех пор, пока вы живёте на их территории, на их жилплощади, вы так или иначе зависите от родителей. Не вы устанавливаете устав проживания, не вы определяете бытовые обязанности. Это определяют, устанавливают родители. Вы живёте согласно их уставу, согласно их распорядку дня. Они распределяют бытовые обязанности. Да, вы можете где-то как-то что-то согласовывать, но в конечном счёте последнее слово всегда за родителями. Это их территория, это их жильё. Следующий признак это денежная зависимость от родителей. Да, вы можете проживать отдельно, но если вы зависите от денег... Да, тут, конечно, такой креугольный камень, да, такой очень простой, грубый, бытовой, финансовый, экономический, материальный. Ну, приходят ко мне такие клиенты иногда, которые, можно сказать, буквально с претензией обращаясь ко мне, рассказывают свою душесчипательную, трогательную историю про то, как, ну, не у всех, Михаил, есть возможность жить отдельно от родителей там, или еще что-то такое. Вот. Значит, я всегда говорю так, ваш первичный абьюзер, ну, гипнотизер, абьюзер, они у нас у всех едины, эти авторы и гипнотизеры, только у кого-то они здоровые, а у кого-то нездоровые. Вот. соответственно, абьюзивные или позитивные. Вот пока вы со своим первичным палачом, абьюзером живете и облучаетесь ежедневно на бытовой основе, ежечасно, ежесекундно, буквально, у вас никакая терапия не подействует. То есть, я, конечно, может быть, это будет не лишним, и такая терапия, как моя, она вас подтолкнет к выходу из этого замкнутого круга как раз-таки квартирного вопроса, да, на что мы и будем делать акцент, например, да. Но я сразу предупреждаю, что если вы вот прям вот жопа к жопе, как говорится, простите, то у вас вообще ничего и никогда вообще ничего не будет. Ни от коуча, ни от какого-то там бизнес-тренера, ни от эзотерика, ни от батюшки, ни от психолога. Вот все, что вы будете получать со стороны извне, будет обнуляться или перебиваться индукцией, гипнозом, воздействием, влиянием, обуславливанием и так далее, и так далее вашей матери с отцом, ваших родителей или одного из них. Ну, чаще всего это мать бывает. Поэтому с первым пунктом согласен. Итак, теперь второй пункт, вытекающий по большому счету из первого, это экономическая зависимость. ...поступлений, которые идут от родителей, то вы еще не асипарированы. Значит так, деньги это мощнейшая связь. И эта связь подкрепляется любыми денежными вливаниями и потоками. Если от родителей, от матери к вам идет какая-то дотация, какие-то дотации, дотации, и есть сохранение вот этой незримой связи, которая вас делает автоматически жертвой. Внимание! Автоматически делает жертвой. на том конце исходник, исходящий сигнал от абьюзера проистекает. Вот ваши мамы, токсичные, абьюзивные. Мне уже оскомину набили вот эти два слова токсичные, абьюзивные, токсичные, абьюзивные, токсичные, абьюзивные. Я уж пытаюсь какие-то другие слова тут вкраплять как-то уже настолько это надоело, честно говоря, говорить одно и то же, но приходится. На том конце провода абьюзивные, токсичные мамы, значит, если у вас не есть какая-то либо, какая-нибудь, любая связь, вы автоматически становитесь жертвой со всеми вытекающими последствиями. Деньги безусловно, это одна из мощнейших связей и ниточек в этом процессе и в этом таком симбиозе. Кстати, как равно как и юридические документы любые, например, на недвижимость, где вписано мать и вы, будучи дочерью или сыном, вы как бы в одной ячейке, в одном помещении, там прям черным по белому написано, два собственника или там вы там вписаны, прописаны, но не собственник. То есть, там зафиксированы буквами ваша жертвенная позиция, что вы связаны со своим абьюзером первичным палачом, токсичной абьюзивной матерью или отцом, или с обоями. То есть, обращайте внимание не на эзотерические какие-то вот эти моменты, а на абсолютно примитивные, материальные, твердые, бытовые вещи, такие как деньги и документация юридически правовая. Вот ваши связи. Не надо эгрегоры, не надо родовые корни, не надо чакры. Под ноги себе посмотрите и все становится на свои места. Так, со вторым пунктом согласен так же. Например, вы свои зарплаты, свои доходы тратите на аренду. Но я рассказываю интереснее, чем вот это вот Юлия Максимова, Анна Максимова. Я интереснее рассказываю. Более обширно и более глубоко об этом. Она как по скребышку бортам получается по белкам подъезде. Куртка потерся и так вроде ну вроде как-то ну вроде раскрыл тему, а вроде не раскрыл. Но это и так понятно, что жить с родителями не надо, брать деньги от них не надо и давать кстати тоже не надо. вот ну если уж и давать, то это очень должны быть в рамках какие-то какие-то суммы. Вот пока поскребыш по бортам потерся в подъезде пуховиком о побелку. Я это называю вот раскрытие в таком ракурсе, в такой подаче от спикеров коучи информации. я именую именно так как образно мыслящий человек. До жилья, но при этом родители регулярно вам отстегивают на еду, на продукты. Так, на еду. Или они не отстегивают деньгами, но привозят эти продукты, привозят еду. Согласен. Есть такой момент, когда родители, например, проживают где-то за городом, деревней, они привозят или отправляют посылками. Так, у нас есть дефект речи, картавость. Закатки, какие-нибудь закрутки, там овощи. И заметьте, я не придираюсь, я просто констатирую. Так вот, принимать это, если... А у меня кривые зубы. Это тоже факт. Родители дают нормально, но если вы зависите от этих продуктовых траншей, то... Траншей. Но вот голос все-таки важнее, чем картинка, потому что голосом психолог работает как инструментом. Вот это, конечно, вот такая картавость, это, конечно, немножко уже скрадывает впечатление немножечко. Вы все еще не отделены. Если вы понимаете, что родитель не отправляет еду или не отправляет деньги, и вы остаетесь голодным, то вы не отделены. Стыдно в жопу ебаться и голодным остаться, а все остальное не стыдно. И еще пока от родителей. Это такой больше аспект, ну, денежно-финансовый, жилищный. То есть, это два вопроса, которые первым делом нужно будет решать в процессе сепарации. Проживать отдельно и становиться финансово независимым. Это такие болезненные темы у нас, по крайней мере, на территории России, потому что зарплаты невысокие, не всегда можно позволить на свою зарплату снимать отдельное жилье и при этом обеспечить хотя бы минимальный какой-то уровень жизни. Этот вопрос, он понятен, но тем не менее, люди как-то это решают, договариваются, снимают вместе со своими друзьями, подругами, снимают комнаты где-нибудь в общежитиях, но решают эти моменты. В подъездах еще можно. Следующий пункт, это психологическая, такая эмоциональная зависимость от родителей. Что сюда включается? Это когда вы психологически, эмоционально зависите от отношения к вам со стороны родителей. То есть, критикуют родители не психологически правильно говорить, а психически поддерживают. Здесь какой момент? Это нормально расстраиваться и чувствовать неприятные переживания, если родители осуждают, критикуют, ругают. Это нормально переживать приятные чувства, когда родитель поддерживает, хвалит, одобряет. Но если ваше поведение, решение, поступки зависят, находятся в зависимости от мнения родителей, то пока о сепарации речь не идёт. Хорошо. То есть, если родитель похвалил, и значит, это моё одобрение, значит, я могу вот это делать, или если родитель осудил, отругал, то значит, я не буду чего-то делать, или буду делать то, что родитель от меня хочет. Это показатель того, что пока вы психологически не отделены, пока вы психологически в слиянии с родителями. Следующий признак отсутствия сепарации, это долженствование по отношению к родителям, то есть, ожидание того, что родитель мне должен, при условии, что вам 18+, то есть, вам исполнилось 18 лет, а вы всё ещё думаете, что родитель должен мне помогать финансово, должен родитель мне купить отдельное жильё, должен родитель помогать своими детьми, то есть, как бабушка и дедушка сидеть с внуками. Уже ничего не должен и не получите ничего, но это, как сказать, должен был бы, если бы он был родителем. Это в терапии очень важно обозначить. Должен был бы, уже, конечно, ничего не получите, уже берите, забирайте свою часть ответственности у своих родителей, но при этом отдавайте им их ответственность в рамках терапии. Вот этот обмен должен произойти и тогда каждый пойдёт в свою сторону. Понятно, что стоять или приходить топать ножкой капризничать и говорить нет, дай мне, дай мне в 30, 40, 50, дай, дай, дай. Это, конечно, бессмысленно и по-детски, всё это понятно, но обозначить то, что до 18 лет в принципе родитель должен это неплохо обозначить. Другой вопрос, что когда он этого не дал, как вы к этому относиться будете? То есть так это или нет в вашем сознании и в голове? То есть позиция какова? Ваше мнение какое? Должен до 18 лет ребёнку родитель в принципе вот эти позиции, которые она обозначила или нет? Это важно, понимаете? Само отношение к этому вопросу у взрослого ребёнка. Вне зависимости от того, будет он уже по факту что-то требовать или что-то там говорить и так далее. Понимаете, да? база отношения к этому. Родители должны участвовать каким-то образом в моей жизни. Родитель должен уважать меня. Когда надо было участвовать, не участвовали, а потом уже поезд уехал. И время утрачено, потеряно, и это уже не наверстать. Это уже придётся сделать самому как-то. Как взрослого отдельного человека. А тогда должен был бы Анна Максимова. Видеть во мне личность. Родитель должен меня понять, принять. Родитель должен понять, как он был неправ. Родитель должен увидеть, что он натворил и что он наделал. Вот, в общем, любой родитель должен говорить о том, что вы пока ещё психологически незрелый человек. Пока ещё вы не сепарированы от своих родителей. Вообще прокручивание вот этих внутренних диалогов с родителями. Когда вы внутренне спорите с ними, что-то им доказываете, пытаетесь объяснить, рассказывать, как оно на самом деле было, пытаетесь донести свои чувства, докричаться, всё ещё есть момент психологического слияния, всё ещё вы не независимы от родителей психологически. Ещё один признак, и, наверное, я на этом подытожу признаки отсутствия сепарации, это подконтрольность и подотчётность родителям. То есть, это когда постоянно висит... На Поклонскую похоже. Помните, такая была Поклонская, не помню, как её зовут, прокурор Крыма, Няш-Мяш, вот на кого похоже, вот на кого он мне напоминает. Сейчас она переобулась, кстати, недавно, Няш-Мяш, Поклонская. Она теперь стала ведуньей славянской. То есть, всё, уже выбросила портрет Николая II и Георгиевскую ленточку. Теперь начались руны и славянские обереги. А это уже и до нацизма уже один шаг. ...на телефоне, согласовывайте свои решения с родителями, отчитывайтесь, где... Я всё говорю, как я вам на стриме говорил, вот там отвечай на вопросы. Верить и не верить, да, блядь, вопрос цены, ёпта. Сегодня могу с портретом Николая II ходить, плакать в кителе с Георгиевской ленточкой на 9 мая. Завтра могу руны продавать. Ёпта, сколько кто заплатит, смотря. Вот и всё. Вы были, что вы делали. Так что вот поклонская, вот она. Как будто вот родитель, это такое всевидящее косо-соурона, и оно бдит вашу жизнь. А вы должны отчитываться, как и что, согласовывать с ними какие-то свои решения. При этом вы можете жить вообще в другом городе, в отдельной стране, быть замужем или женатым. Да, даже мать может уже с отцом умереть. Скажет она об этом, Иметь уже своих детей, но если вы всё ещё подотчётны и подконтрольны родителями, опять же, это признак того, что сепарация... Да, но могут уже уйти из жизни родители такие, а вот, например, у вас заменитель будет, например, начальник ваш или муж, если мы про женщину. Не состоялось. Это вот так вот вкратце, просто галопом по Европам, про то, как понять, сепарировался я или не сепарировался. С какими семьями процесс сепарации затруднён, от которых трудно отделиться. Это очень часто одинокая мама жертвенного типа. Вообще незрелые, психологически незрелые родители, которые в своём психологическом возрасте застряли где-то на уровне развития пяти-десяти лет. А кто это? Нарцисс-пограничник, пять-десяти лет. И вроде бы кажется... Скажет она об этом или нет? Про смерть родителей, которых нет уже родителей, а всё равно ведёшь себя подотчётно и подконтрольно, выбрав просто другую фигуру, переноса делав. Не сказала. Смерть родителей, смерть родителей это страшно, чтобы рядом стоял. Дальше. Пять-десять лет нарцисс-пограничник скажет рядом со словами мама, папа или страшновато. Это взрослый человек, но ведёт себя он абсолютно как ребёнок, он обижается. Но кто такие дети? Люди с расстройствами личности. Он может манипулировать на чувстве вины. Закуерчик. Он может жаловаться, конючить, злиться, если вы что-то делаете не так, как хочет родитель. И в общем отделение от такого типа мамы или от такого типа папы, такого типа родителей сопрягается с огромным, огромным чувством вины и долга. Ну как же я вот... Что надо носить икону Николая Второго, Святого Николая Второго? Мою маму такую бедную, несчастную, больную, пожилую брошу. А вы заметьте, да? Он же причислен к лику святых. Я так понимаю, Николай Второй. А вы, например, у того же Панасенкова смотрели, слышали про личность Николая Второго? И тогда соотнесите одно с другим. Не, ну понятно, что это излишнее, тут логики никакой нет. Вернее, она есть, но она обратная. Кто у нас назначается или причисляется к лику святых? Это слабоумные, трусы, лицемеры, преступники и полное чмо. Это в случае Николая Второго. Как же я уеду жить отдельно? Как же я перееду к мужу? Проще мужа сюда, к нам, в семью, привезти и жить вместе с мамой или жить вместе с такими родителями, потому что они обидуются, расстроятся, если я хочу проживать отдельно. Это тревожные родители, это гиперопекающие родители. Про этот тип я рассказывала в прошлом или позапрошлом видео. Это родители такие очень авторитарные, гиперконтролирующие, которые вот просто как за шею держат. Нужно постоянно смотреть, чем занят ребенок. Это постоянно какая-то подотчетность. Вылезти из-под ига таких родителей тоже очень сложно. Родители нарциссы, родители с пустым браком, то есть мама и папа живут вместе уже многом лет, но их брак уже изжил себя, он пустой, им уже не о чем говорить. И ребенок чувствует, что если где-то чувствует, где-то может быть и осознает это, что если я сейчас съеду от родителей, то их брак попросту развалится. У них никаких точек соприкосновения, кроме меня, не осталось. Поэтому ребенок остается вместе с родителями, очень часто это младший ребенок в семье, то есть старшие уже поразъехались, устроили свою личную жизнь, карьеру устроили, а младший сын или младшая дочь все еще проживает с родителями, чтобы быть вот этой склейкой для них. Это также часто религиозные семьи. В религиозных семьях девочка если уезжает, то только к мужу, а опять же устроить свою личную жизнь, проживая внутри семьи, каким-то образом встретить своего будущего супруга и довести отношения до бракосочетания, это все очень проблематично. Но с родителями понятно, то есть очень часто люди говорят о том, какой-нибудь человек говорит о том, что меня мама держит, меня мама не отпускает, или меня родители мои не отпускают, или родители угрожают, или родители манипулируют, или родители... Смотрите, скорость всех хиджабы наденете, потому что нацисты в Украине. Грозятся, что вот ты уедешь, ну давай, давай, уедешь сейчас, через месяц вернешься без денег, приползешь обратно и снова будешь с нами жить как миленький, потому что ты не знаешь, каково это жить отдельно, ты не знаешь, каково это быть самостоятельным. Внушая страх, внушая опасения, внушая, что мир такой большой, трудный, тяжелый, родители-нарциссы тоже к этому склонны, и размазывают уверенность в себе, уверенность в своих силах, внушая страх перед этим миром, перед этой реальностью. Но здесь важно также брать ответственность за себя. Да, родитель может держать, вернее, родитель может что-то делать или что-то говорить, чтобы попробовать удержать вас, но удержит вас это или не удержит будет зависеть от вас. Нельзя перекладывать полностью ответственность на родителей. Это родители меня не отпускают, это родители меня держат, это мама вот так она мной манипулирует. Родители что-то делают или что-то говорят давайте вот так но что-то во мне есть от чего я ведусь на это с родителями дискотяга мы не можем не и потребность в любви не реализована не удовлетворенная вот что держит работать попытка взять то что не дали деятелями мы ничего не можем сделать они такие какие есть но со своими переживаниями ну вот это вот опять началось ими можно и нужно работать а собственно что внутри вас удерживает оставляет возле маминого подола возле родительского очага домашнего это может быть такая собственная пока еще не готовность быть зрелым ответственным самостоятельным человек нет это то что я сказал не удовлетворен на незакрытая потребность в любви безусловной и безусловном принятии со стороны родителей на базе буквально биологического инстинкта инстинкта под названием детская тяга к родителю как источнику буквально жизни жизни ребенка а значит когда дососал дососал молоко ребенок он отваливается наш он напитался ему больше не надо и он пошел дальше уже спокойно вот это и есть сепарация он насосался молоком оживительно маминой любви и принятия и через подростковый бунт пубертат ушел сепарировался естественным гармоничным образом а 30 40 50 рядом с такими матерями токсичными у которых нет молока фигурально выражаясь этой самой питательной любви для своего ребенка он сидит и ждет но может капелька там капнет одна хоть в ротик мне и сиси он ждет но может быть хоть в этот раз хоть чуть-чуть не там чуть-чуть с 1 опять кроме подзатыльников и насилия ничего нет вот он ходит вокруг этой банки и как бы всеми свои имя там детскими манипуляциями казалось бы до капризами еще там чем-то вот этим мне не вот это неотделенностью незавершенностью этой сепарации так далее уж опереться не на что человек может отделиться сфорироваться только оперевшись на твердую почву маминой любви достаточный для этого ребенка так же как и организм будет мощный полноценный хороший крепкий иммунитет у ребенка который дососал молоко качественно от и до прошел этот период и соответственно молоко должно быть матери во первых они какая-нибудь там суррогатная смесь какая-то искусственная это все не то вот поэтому вот у таких матерей как бы нету молока нет молока вот они там пытаются себя выдавить какие-то остатки я же как бы ну примерно представляю да там есть какие-то приборы вот там сцеживать там это молоко молока нет она не идет там или как-то чего-то вот прям настоящее молоко грудное для младенца это мучение для матери и для младенца что ему не хватает а у матери нет и вот теперь то же самое транспланируйте перенесите на область психоэмоциональной сферы любовь мамина она не в переизбытке чтобы любить себя а потом еще и ребенка своего а у нее и для себя то не хватает она ребенку уж тем более как с этим молоком она еле и еле душа в теле там что-то из последних этих сил там что-то наскребает какую-то конечно же и не любовь это все заменитель такой это сухая смесь молочная какая-то непонятно жиже вот вроде похоже и по вкусу напоминает но это не молоко там нету того там микроэлементов вот этих вот тонких вещей которые действительно формируют полноценный организм вот вот то же самое с любовью ну вроде мама купила кроссовки от филов первый класс ну вроде там чего-то как-то там дает какие-то советы пару раз комплименты сказал вот это сухая смесь а не грудное молоко что вырастет на таком подкорме подкормке питания психоэмоциональный инвалид который будет сидеть около этой мамки и ждать что может ну блин но может быть как-нибудь что-нибудь все-таки дадут еще а там все это максимум был и мать из лица раздражается вообще-то да и ребенку недостаточно они оба страдают а из-за чего это все происходит это то что я вам буквально позавчера рассказывал это когда у дочерей нету собственной любви к себе а их еще прям заставляют склоняют к рождению ребенка для которого точно там ничего не будет есть самой не хватает этой родительской любви а уж тем более для кого-то для ребенка для своего не будет такие вот как бы пустые пустотелы пустой брак а я бы сказал сказал пустое материнство там там нечем кормить ребенка в прямом переносном смысле главное питание для ребенка конечно безусловно любовь любовь матери нечем кормить его и вот такой рахитик хиленький такой вырастает в плане эмоций и психики такой еле ну такой дефективный дефективный вот это и есть недоразвитость несепарированность у вас могут быть какие-то определенные плюшки бонусы от того что вы все еще остаетесь родительским ребенком но пока я вот такой вот родительский ребенок я все еще получаю одобрение я все еще получаю родительскую помощь поддержку это может быть банальная какая-то такая денежная жадность вы понимаете что если я сейчас вот съеду от родителей я уже мои возможности будут более ограничены сейчас я где-то могу купить тебе платье или я могу копить на машину пока живу с родителями если я проживаю отдельно оплачиваю полностью самостоятельно аренду или выплачиваю ипотеку то я уже не смогу так развернуться побольше чем если бы я жил или жила вместе с родителями это не готовность к самостоятельности это не готовность решать самостоятельно какие-то вопросы какие-то разруливать проблемы это страх большой жизни это выгоды от проживания вместе с родителями возможность накопить деньги возможность где-то как-то лучше приодеться что-то себе позволить купить куда-то съездить в отпуск и при этом нежелание с этим расставаться неготовность уступить вот эту плату в обмен на свободу и независимость это может быть социофобия такой уже подросший ребенок сын который все еще играет в компьютерные игры и уходит в виртуальную реальность и с этой взрослой опять же живой настоящей реальностью сталкиваться не готов и с другими людьми сотрудничать состраивать коммуникации тоже не готов в этом присутствуют страхи это может быть основные такие две эмоции которые удерживают возле родителей это страх ну страх той жизни страх отдельности страх самостоятельности или это огромное чувство вины и долга вот незрелость такая все еще инфантильность страх страх того а как оно там будет а как я буду справляться а вдруг я не справлюсь а еще больше страх того что я не справлюсь и мне придется вернуться к родителям это будет так унизительно придется проситься к ним пожить придется просить у них какой-то финансовой помощи это ужасно пугает или огромное чувство вины и долга перед гиперопекающими родителями родителями такого жертвенного типа психологически незрелыми родителями это те эмоции которые вас удерживают возле родителей вот этот важный момент вот этот важный момент его нужно разграничивать это не родители меня держат это не мама там мной манипулирует это не папа что-то такое мне говорит что меня пугает это мои чувства страха или долга или вины вот с родителями мы ничего не можем сделать но мы можем работать со своими чувствами со своими переживаниями ну здесь я бы хотел добавить то что на самом деле большинству людей никакая свобода ни в каком виде не нужна из-за нее они не готовы отдать или поступиться ничем вообще мне люди не только клиенты но вообще в принципе когда ты и сам так рассуждал надо сказать сам рассуждал также ну как это я же хочу ничего не потеряв остаться в шоколаде но быть без родителей как бы вот обрести эту свободу а так не бывает так же как разрыв связи с абьюзером допустим в браке всегда вас направляет в сторону утрат да вам придется что-то потерять чем-то поступиться и с родителями по сути дела так же вам придется может быть жить в худших условиях а может быть в очень худших условиях по сравнению с тем где вы привыкли обитать да вам придется жить на меньшие финансы да и думать дальше там чего там как выживать значит погибнуть вы не погибнете однозначно так или иначе но у человека не хватает мотивации для того чтобы поступиться ради свободы чем-то чем-то конкретно материальным финансовым условиями качеством этих условий комфортным удобством спокойствием и так далее нет мотивации а о чем это говорит а значит для человека это в принципе ну как сказать нет ну было бы конечно хорошо но вот реально что-то сделать для этого я не готов или не готов это так и останется в разрезе на уровне такого проекта да ну было бы конечно хорошо нет ну я же не могу ездить до работы вот раньше я ездила допустим там час а так я буду ездить два с половиной или вот мне придется район такой сменить что там жопа жопная район плохой добираться до работы очень далеко как это ну нет я так не могу ну тогда вопрос вообще как бы можно сворачивать ну конечно надо там попытаться поработать там ля-ля-ля-ля все это понятно но у человека либо вот эта мотивация она внутри вот эта готовность она какая-то имеется иррациональное желание мотив а для него это прям важно или что воля что не воля без разницы это вот такие ну шалтай болтай говно в проруби в принципе это вне зависимости от гипноза не гипноза сепарированность не сепарированность тут мы уходим на уровень просто личности что для конкретной личности важно а что второстепенно вот а что приемлемо а что нет что ценно а что нет вот тут вот с этим надо еще будет разбираться то есть многие люди повторюсь снова не готовы отказаться от миски похлебки ради свободы они будут в этой тюрьме сидеть за пайку хлеба и миску супа всю жизнь это их распределение в этом мире они не готовы рисковать они не готовы идти в пустоту шагать в пропасть свобода свобода слаще денег поговорка не для них для них деньги важнее как некое условие какой-то якобы мнимой гипнотической стабильности поэтому тут такие уже немножко мировоззренческо психически опять же вот эти философские параметры и позиции вот как бы это это еще даже как сказать ну это даже не относится конкретно к теме сепарации от родителей это в принципе отношение к жизни к себе в ней ну и давайте приступим к рекомендациям что делать для того чтобы по крайней мере запустить процесс отделения вот родителей как же все-таки перерезать пуповину я буду делить рекомендации на три группы касательно того как мы решаем проблемы связанные с сепарацией то есть первая проблема это вот именно жилищно такой денежный аспект когда хочу отделиться хочу съехать но не на что или хочу жить отдельно но пока вот банально в бытовом плане не понимаю как варить вообще себе еду как как себе гладить ну такая бытовая неподкованность первое это начинать сбор информации что сколько стоит как варить макароны начинать в бытовом плане выполнять дела самостоятельно то есть если мама вам гладит стирает готовит убирает крошки со стола что вообще любые дела которые делает мама и которые связаны с тем что вы переезжаете отдельно видите делать это самостоятельно вот себе готовить смотреть изучать как оплачивать счета за коммуналку помониторить посмотреть сколько вообще стоит жилье иногда вот такая выученное беспомощность связано с недостатком информации Человек не знает, сколько стоит отдельное жилье, не знает, сколько стоят продукты, сколько вообще стоит жить отдельно. И вот это незнание его парализует. То есть он даже в эти знания и не лезет, он даже не пробует вот это поисследовать и посмотреть, потому что кажется, что всё это очень трудно, очень тяжело. Самостоятельность, независимость – это как мышца, которую нужно накачивать. Постепенно, решая раз за разом свои какие-то вопросы, исследуя информацию, вы накачиваете эту мышцу. Не произойдёт такого, что вы, скажем, придёте к психологу, и вот за несколько сессий вы научитесь этой самостоятельности. Это не снизойдёт откуда-то с неба. Это, ещё раз повторю, это мышца, которую нужно прокачивать. То есть вы выходите в интернет, вы узнаёте, что сейчас на рынке недвижимости, сколько стоит снимать, допустим, однокомнатную квартиру, сколько стоит снимать комнату, сколько стоит снимать место в общежитии. Вы можете договориться со своим другом или со своей подругой проживать вместе, снимать комнату или квартиру напополам, чтобы облегчить свой бюджет. Вы узнаёте цены на продукты. То есть это нужно просто-напросто помониторить, поисследовать, чтобы убрать вот этот страх перед отдельной жизнью, что кажется, это так всё трудно, как оплачивать счета, как ввести бюджет, как в бытовом плане вообще справляться. Это нужно начинать делать уже сейчас. Если мама готовит, начинайте готовить себе отдельно. Можете объяснить это тем, что меняете режим питания, там, допустим, начинаете веганить. Я не знаю, что вы такое придумаете, но вам нужны вот эти вот дела, которые вы привыкли, что делает мама. Нет, это вам, конечно, ничего не даст реально. Нет, конечно, начать с цена, это неплохо, и помониторить. Ну, дальше надо будет действовать. А это будет требовать несколько, опять же, другого иррационального мотива поджига изнутри в плане ваших эмоций. Как будто бы даже как бы на себя немножко обидеться, да, и вот сбросить, наоборот, агрессию, да, вот как-то... Вот поработать, опять же, с психоэмоциональной сферой, с эмоцией. Да, вы посмотрели цены, да, вы там всё изучили, ну и что дальше? Может быть, прям для какого-то начала-начала-начала-начала это окей. Ну, я слабо себе представляю, что там условно в 30 лет человек прям не умеет себе пожарить яичницу, да, и не знаю, сколько стоит однокомнатная квартира в Москве. Примерно, в зависимости от района, конечно. А это очень-очень большая растяжка. Она может стоить очень по-разному. В общем, короче, как-то это всё веганить мне понравилось. Вот это вот готовить отдельно от мамы, начинать веганить или там раздельные полочки. Нет, ну, в принципе, для начала может быть и неплохо. Хорошо. Ну, немножко наивневич такой, ну, наивность такая. Ну, прям, ну, детская такая вот эта. Да не так надо. Надо человека испугать. Надо человеку дать такой мотив, такой пинок под жопу, чтобы он как угорел и завтра же к риэлтору побежал. И начал уже что-то делать. Вот задача психолога. Пока ты можешь жевать ему жвачку, которую он и без тебя знает, ничего не поменяется. Надо человека где-то смотивировать страхом, например. Да? Это прекрасный приём. Начинать делать уже сейчас самостоятельно. Так, Лидочка научилась варить макароны или нет? Сосиска. Готова она к браку или нет? Многие женщины легко убегают от мамы к мужу маме. Шила на мыло. А вот от мужа мамы они уходят не... Уходить не хотят категорить. Ну, так обратно к маме, к маме, к маме, к маме, к маме. Потом нового находит опять к мужу маме. Потом там не получилось опять к маме маме. И вот это вот туда-сюда пинг-понг такой получается. Они сами жить в одиночку не могут. Потому что они зависимы. В принципе. Как же они будут сами жить? Они, как правило, совершенно беспомощны. Да им и не нравится жить. Им не нравится... Они, вернее, даже не понимают, как они хотят жить. Что им нравится. Что им по душе. Что не по душе. Хочу, не хочу, нравится, не нравится. Да, наша базовая категория, с которой все стартует. Они вообще, как бы... Их нет. Вот их, как личность, как человека, их нет. Они всегда появляются в зеркале другой персоны, другого человека. Мама, папа, муж, коллеги, подружки. Они отражаются только, когда есть зеркало какое-то перед ними в виде другого человека. Который или похвалит, или осудит, или даст рекомендацию, или что-то решит, или как-то там чего-то. А вот сами по себе, как бы, вот это зеркало убрать, и как бы их никто не отражает, не зеркалит. Оба, пизда, их нету. Они же не видят вокруг себя. Так, а где я отражаюсь? Получается, нигде, раз нигде, значит, меня нет вообще. Вот такое. Такой человек потерянный вообще. Да. Мои бренды, бренды, нет. Я вообще не имею в нуждание. Мои жительства, что ты хочешь. Вы смотрите, как и чем стирать, вы смотрите... Как и чем стирать, вот чем я стираю. Йокосан, японский гель для стирки. Сакурой, с запахом сакуры. Потому что во всем должен быть прикол. У меня же есть вот эта японская тема. Ножи, катаны, как и сакура, тут искусственная. И вот я такой себе прикол придумал. Так, у меня тогда будет и бытовая химия, тоже японская. Ну, это как игра такая получается. Тогда у меня будет сакура, еще и стирка, гель для посуды, вся хозяйственная химия. Йокосан, сила сакуры. Я прикололся, и у меня уже настроение улучшилось. Я уже и стирать пошел, посуду, думать. Уже как игра, как игра еще все должно быть. Как из чего готовить, как солить, сколько солить. Солить. В общем, ну вот эти вот бытовые вещи вы начинаете делать уже сейчас. Потому что потом, когда вы съезжаете, вам становится проще. Это как Черниговская, Степанова и прочее. Как думать, как говорить о носу, чем стирать. Ну, я бы как консультант, вот мне нравится слово, консультант. Вот психолог опослина, специалист, куча, то же самое. А вот консультант нормальный такой, психолог-консультант. Вот как консультант, я вам могу сказать, она не о том говорит вообще. Какой, она все ходит куда-то очень далеко. Да не про это надо вообще говорить. Знаете, у вас... Как солить, вы уже научитесь. Уж точно. Любой человек научится, как солить и чем стирать. А вот что с мамой делать, базово, что вообще произошло с вами? Вот это, для этого нужен консультант-психолог. А Анна Максимова куда-то в другую сторону все лезет. Есть уже опыт о том, что я с этим справляюсь. Да справишься. Пару раз не соленое пожрешь и справишься сразу. Нам нужно накачивать, набираться опыта самостоятельного решения проблем. То есть, если что-то случилось, на работе какие-то передряги, финансовые какие-то неурядицы. Не-не-не, на работе какие-то передряги, которые ты сам создал себе для тренировки. То у меня дипломная работа по ассертивности была в Останкино. Я прям специально там все обосрал себе, чтобы потренироваться. Денег не хватает. Не бежите сломя голову первым делом к родителям. Попробуйте разрулить эту проблему самостоятельно. Опять же, самостоятельность это мышца, которую нужно накачивать. Вот и начинайте накачивать. Решайте проблемы самостоятельно. То есть, и мусор мне сейчас самостоятельно выносить. А ведь я могу позвонить Даниле, и за тысячу рублей мне вынесет. А? И в чем? Где самостоятельность? Заработать денег, и чтобы тебе пришли, вынесли мусор. Любое количество. Вот так. Да, вы можете посмотреть, поисследовать эту тему в интернете, почитать отзывы о каком-то вопросе. Манифестор не должен заниматься выносом мусора. Правильно, Надежда? Этим должны заниматься специально обученные люди. А я должен говорить, нести истину в массы. Вы можете посоветоваться с юристами, вы можете проконсультироваться. Проконсультироваться с юристами, посоветоваться с друзьями. Не лезьте пока к родителям. Ой, с друзьями. Не-не-не-не-не. Видно, что Анна сама немножко плавает. Не в информации, не в материале. А она плавает в своей психике. Она сама немножко такая девочка-припевочка. Немножко она такая сама. Ну, такая еще, ну, такая, ну, наивненькая. Не очень она взрослая. Сама по себе. Вы можете начать прослушивать таких тренеров, коучей, которые рассказывают что-то про деньги. А, что-то про деньги. Ну, вы услышите всякое дерьмо, которое вас поведет в противоположном от необходимого направлении. Вот что-то. Вот, знаете, заходите в книжный отдел и говорите, дайте мне что-нибудь почитать. Ну, вам говно впарят. Подороже и побессмысленнее. Вот, когда вы приходите, не зная, чего вы хотите, в магазин продуктовый, вы наберете кучу бессмысленного и дорогого товара, который вам вообще не нужен. Чтобы этого избежать, нужно не что-нибудь или что-то, а нужно четко знать, что тебе нужно. Так, конечно, надо попробовать, надо походить, набить определенные шишки. И, видимо, об этом она говорит. Вот, но то, что говорит 95% так называемых кучей по финансам, это можно выбросить в помойку, потому что они не затрагивают главного, главную область, из которой на самом деле растут все ваши доходы, финансы, деньги и все прочее. Это ваша мама. Об этом говорит меньшинство, если вообще говорит. Поэтому что-нибудь про деньги, ну, засри себе за свои деньги же голову. Вот что-то, вот это плохое вообще слово, что-то, что-нибудь, что-то. Вот вы что-то и получите именно. Попсовые вопросы, какие-то попсовые такие упражнения, техники, но лучше вы это поделаете, потому что это направит... Нет, попсовые это всегда плохо. Ваше мышление, вот вектор самостоятельный... Попсовое это значит массовое, а массовое это всегда слабоумное. И вы можете посмотреть на массу народа населения, то есть на большинство и посмотреть, как они живут. Они живут плохо. Зачем вам тогда массовое? Зачем вам тогда на них ориентироваться? И зачем вам тогда попсовое? Если вы хотите стать, как вот все они в большинстве, ну, тогда смотрите. Но не удивляйтесь, что у вас будет все то же самое. И также вы им будете жаловаться про то, что, ну, как же так, вот мы все там что-то делаем, что-то изучаем, а результат у нас вот такой. Потому что вы не в том направлении гребете. Надо в обратном. Идти от толпы. Тогда, может быть, к чему-то вы придете. Но вы не способны на это так же. Потому что у вас нету вот этого понимания, что надо не в толпу социализироваться, а из толпы разгипнотизироваться, чтобы что-то было другое по результату. Это такие фундаментальные, такие вот прям вот какие-то подосновые, прям какие-то генетические. Я даже не знаю, как это описать. Это вот либо есть, либо этого нет. Как музыкальный слух, как чувство ритма. Если вы хотите все как у всех и по псу, тогда живите как большинство. Слабоумно. ...денежного регулирования финансовых вопросов. Финансовых. По крайней мере, вы будете начинать постепенно мыслить категориями самостоятельности. Как мне самостоятельно заработать? Как мне самостоятельно получать такие доходы, чтобы я мог жить отдельно и обеспечивать себя? В этом плане можно послушать каких-то ораторов. Не ораторов. Гитлера советую. Значит, смотрите. Ничего вы... Пока вы не выпрыгнете, выпрыгнете с парашютом. Из самолета. Вы так ничего и не поймете никогда. Пока вы не упадете в воду, и вам не придется грести, вы ничего не поймете. Пока вы не ввяжетесь в драку, вы ничего не поймете. Понимаете? Вот то же самое. Пока вы не начнете сексом заниматься, вы так тоже ничего не поймете. Это надо делать, уже находясь внутри этого. И препятствие, главное, это страх. Понимаю. 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 Тогда нужно говорить о страхах такого человека. Откуда они взялись? Как они выглядят? Вот эти логические цепочки простраивать. Что, если будет то-то и то-то и то-то? Ваша реакция? И последующее развитие событий. То есть моделировать, чтобы человека, допустим, немножко снять у него эту повышенную тревожность, страх, фобию. Вот тогда об этом надо говорить. А так, чисто технически, пока вы будете теоретически чертить там геометрию, как вы поплывете, вы не поплывете никогда. Ну и так далее. Пока вы будете смотреть бокс по телевизору, вы не научитесь боксировать. И пока вы... Ну и так далее. Пока вы смотрите порнографию, вы не научитесь заниматься сексом. А пока вы смотрите каких-то коучей про деньги, вы никакие деньги не увидите, естественно. Потому что это начинается переход... Качественный переход и соприкосновение начинается с того, что вы в эту тему прям принудительно даже где-то себя толкаете. Вот в эту неизвестность. И с этого начинается ваше уже... Ну, вы начинаете барахтаться. Блин, а что делать? Вот теперь, да. И вот тут вы начинаете обучаться на самом деле, приобретать какой-то опыт. А пока это так все. Ну так, что-нибудь посмотреть про финансы. Каких-то спикеров, каких-то блогеров, послушать чей-то опыт людей, которые уже съехали от родителей, кстати, на Ютубе. Вот так вот вы видите. Таких видео я обнаружила много. Как парни делятся своим опытом, как девушки делятся своим опытом. Просто понимание того, что это возможно, оно тоже может сыграть очень большую роль. Это что касается... А, еще ведение бухгалтерии уже сейчас. То есть начинайте свою зарплату, свои доходы самостоятельно распределять уже сейчас. Заведите себе какое-то приложение на телефоне, скачайте, в котором вы будете отмечать свои доходы, в котором вы будете отмечать свои расходы. Что на что вы тратите. А от каких-то возможностей расходов сейчас пока придется отказаться. Мы записываем... Может быть, вы лишний раз не купите в клуб, может быть, вы лишний раз не купите себе какую-то вещь. Ах, вы еще и в клубы ходите. Это будет та плата, которую вы уплатите... А, вы еще и пьете, наверное. Это что касается вот такого финансового, денежного аспекта. Тогда вряд ли вы сепарируете. Следующее, это психологическая сепарация. И здесь все гораздо труднее, хотя кажется, что нет наоборот. Дай мне денег, дай мне отдельное жилье, да я вообще просто пулей вылечу от родителей. Не тут-то было. Очень часто именно психологическая неготовность отделиться от родителей удерживает пока вместе с ними. Удерживает возле мамы, возле папы. Страх критики, страх... Так, давайте еще раз обозначимся по доходам и расходам. Значит, никакие расходы, вы записываете, записывать не должны. Если вы записываете расходы, вы даете понимание или квалификацию, приписываете все качества безумия. Почему? Потому что вы же не безумны, вы же знаете, куда вы деньги тратите. Зачем вам записывать, куда вы тратите? У вас, вы что, в коме, во сне? Вы спите наяву? Вы не понимаете? Вы безумные или вы умалишенные? Расходы записывать не надо. Надо записывать только доходы. Потому что это важно, как объективизированный исчисляемый параметр вашей энергии. Приход денег за месяц. Вот вы и отслеживаете, с кем вы пообщались, с кем вы, куда вы откатились, кто на вас какое влияние оказал. Да, ну, сезонность, может быть, какой-то это там тоже не исключает. Но главное, что у вас перед глазами будет прям счетчик вашей энергии. Это цифры ваших доходов. Доходов. Приход денег в вашу жизнь в месяц. А уж куда их потратить, это вы уж и так помните и знаете, и какие у вас нужды, и и так далее. Не надо себя разыгрывать идиоту, дурака и безумного, умалишенного, больного человека, который как будто бы не помнит, куда он потратил деньги. А вот сколько пришло этих денег, вот тут надо записывать, чтобы оценивать свой уровень. А ресурсы, чтобы быть в потоке, да в ресурсе желательно, в СИЗО, ёпта, под шконкой. Страх того, что родитель обидится, страх родительских угроз. Вот это вот все нужно проживать. Нужно прожить, прогревать и отплакать то, что, может быть, родители меня не одобряют. Нужно заранее прожить то, что родитель будет меня обвинять. И здесь есть очень такая хорошая техника, я о ней раньше уже рассказывала, три стула. Когда вы садитесь на одном стуле, напротив вас стоит другой стул, и вы мысленно туда сажаете свою маму или своего папу. Если это живут мама и папа, вы вместе с родителями, то посмотрите, а чье мнение является определяющим в этой семье. То есть, если вы решите съехать от родителей, то кто бы больше будет выстраивать преград, кто больше будет по поводу этого негодовать. И посадите именно этого родителя. Это может быть мама, это может быть папа. И начинайте уже сейчас выстраивать диалог с, по крайней мере, внутренним образом родителя. Объясняйте, что я хочу ехать, или я хочу жить отдельно, или мама там, папа, я хочу меньше с вами созвануться. Ну и вы получите те же самые ответы и те же самые собственные реакции на эти слова. хвататься за сердце и просить пронести валидол, корвалол. Вы-то посадите, и вы эти ответы уже выучили за всю жизнь реакции родителей. Но ваши реакции в ответ на их реакции меняться не будут. Вот для этого вам нужен психолог. Чтобы поменять ваши ваши реакции сделать одним словом, а что так можно было вот этот сделать? Сделать, в смысле сказать, вам нужен сторонний человек подготовленный, который будет понимать, как отбивать их вот эти подачи, которые вы никогда в жизни отбивать не умели. Ну, сделайте вы три стула, и что дальше, вы будете тупить точно так же, как вы и в жизни тупите. И в чем упражнение? Вот эти вот переживания, которые сопряжены с вашим решением, нужно прожить уже сейчас, заранее. Вы можете устроить такой письменный диалог, как будто бы с родителем, прописывая то, что мама, папа, я съезжаю, или мама, папа, я становлюсь отдельным человеком. И мама с папой отвечают по накатанной традиционно, хрестоматийно. Слышь ты! И далее, далее, далее. Кормили, ростили, ростили, ты неблагодарный, бессовестный или бессовестная, сука, тварь, бессовестная, бесстыжая, нас бросаешь, все понятно, нам от тебя нужны, тебе от нас нужны только деньги, а теперь тебе родители стали не нужны, ах, вот так, а вот ты видишь, что с отцом, а что со мной, да что же ты с нами делаешь? так, это процесс упражнения три стула самостоятельно по Адне, максимуму, и вы такие, так как бы, ну и язык в жопу, в общем, на это вам ответить как бы и нечего, в этом основная проблема вашего положения, позиции, состояния и есть, вы просто заткнулись в этом упражнении, или что вы будете самостоятельно говорить, вы знаете, что говорить, как реагировать по-другому иначе, ну если бы вы знали, вы бы не жили бы в этой парадигме и в этих условиях, и в этих отношениях с родителями, значит вы не знаете, а чтобы это узнать, нужно прийти к психологу нормальному, который вас научит, как говорить прям это, я говорю, речь, это телесная практика, понимаете, это надо говорить, и говорить определенные вещи, а так вы сами, а вы сами 30-40 лет, что же не отвечали-то правильно, потому что вы не знаете и не умеете, именно поэтому вы так и живете, значит надо что-то другое, стороннее, диаметрально противоположное применить, так, это же логично, чтобы получить другой результат, а чтобы прийти к другому результату, значит это откуда-то нужно взять, получить, да, и это максимально должно желательно отличаться от вашей, вот этой жертвенной, привычной позиции и поведения, и психолог должен быть определенный в таком случае, терапия конфликта, конфликт ваших родителей с вами, который вы так и не можете никак разрешить из него выйти победителем, да, потому что вы, вам только слово два, три, и вы заткнулись, все, и вас опять опустили и сказали, сиди, не выебывайся, упражнение она делает, и родители там ругаются и ссорятся, да, и мама отвечает, конечно, доча, я же все понимаю, ну, конечно, волшебство произошло, вас как-то критикуют, свою вину, свои страхи нужно проживать, здесь вы можете посмотреть мое, давно я снимала видео, точно не помню, как называется, а как прожить боль, как пережить боль, ссылку на него я отправлю в описании к этому видео, прикреплю в описании к этому видео, посмотрите, о том, как вообще проживаются болезненные, тяжелые эмоции, как прожить эти переживания, это что касается страхов и чувства вины, но на самом деле, если родители тревожные, если родители психологически незрелые, это вообще отдельная большая тема, если хотите, я сниму по этой теме отдельное видео, потому что, правда, это очень объемная тема, психологически незрелые родители и чувство вины долго перед ними, в чем здесь может быть лично ваш такой, такой затык. Это очень частая история, когда человек хочет, чтобы родитель понял, чтобы родители вот как-то так дозрел вдруг, так вот психологически подрос, чтобы он добровольно отпустил меня в самостоятельное плавание, в самостоятельное плавание. Ну, за реальную свободу придется побороться. Вот тебе мое родительское благословение. А если это так даже и происходит, как она сейчас показывает, значит, это будет имитация, симуляция, это будет псевдо-свобода. Иди, иди живи свою взрослую жизнь. Ну, не будет такого. Бесполезно ждать от родителей взрослого, зрелого поведения, чтобы родитель вот добровольно отпустил, а еще и дал пинка как-то, еще и помог как-то съехать. Ну, вот нет, не нужно этого ожидать. Если родитель психологически не зрел, если он застрял в возрасте пять, там, шесть лет, то не нужно от него ожидать поведения взрослого человека. Это тот момент, с которым вам придется, который вам придется пережить. Что родитель будет обижаться, родитель, может быть, будет угрожать тем, что он перестанет с вами общаться. И здесь, по принципу, даже никто кого, а вы либо это выдержите, и станете свободным самостоятельным. Не, не, не. Видите, она опять по-женски. Не, ну, это не кто кого. Вы уж не подумаете, что мы антисоциальные и не христиане. Да, конечно, кто кого. А потому что по-другому и не бывает. Да, жизнь в этом смысле абсолютно бинарна. Либо-либо. Либо ты, либо тебя. Это правда. И тут не про расстройство личности, не про психопатию, тут просто про реализм. По-другому никогда и не было. Ну, хватит уже вот это. Нет, это не про конфликт, это никто кого. Вы уж не подумайте. Я же все-таки психолог. Психологи так говорить не могут. Ведь они гуманистичные. Существа без зуба в основном. Отсюда никаких результатов и нет. Ну, это просто вот как бы вам пережить надо. Ну, просто вот пережить. А что страшного, если мы скажем, произнесем вслух, что да, кто кого. Это, по сути, и есть сепарация, про которую она полчаса уже рассуждает. Это и есть сепарация. Кто кого, да. Почему об этом нельзя так вот заявить? потому что, нет, не, не, Михаилу, нет, ну, зачем? Ну, Ну, тогда это на психологию не очень похоже. Если вы это не выдержите, вы будете в постоянной вечной связке, сцепке с родителем, с невозможностью от него отделиться. Нет такого, вот какого-то волшебного инструмента, чтобы, или волшебной такой фразы, чтобы вот у вас так вот щелкнуло, и все, и вы со спокойным сердцем, со спокойной душой съехали от таких родителей, или начали жить от них как-то психологически отдельно. Я так и знал. Потому что такой родитель знает ваши крючочки, и он знает, на что надавить, за что зацепить, как вот, что такое вам сказать, что такое сделать, чтобы вот вызвать в вас это чувство вины, чтобы приподнять чувство долга, чтобы вы начали вести себя так, как того хочет незрелый родитель. Еще раз, это тот момент, который вы либо выдержите, либо вы не выдержите. Может быть, такая мама будет угрожать тем, что она перестанет с вами общаться, и может быть, она перестанет с вами общаться, звонить. Мы к этому и стремимся. Что за глупость? Это и есть неконтакт, и карантин. Так и хорошо, если она перестанет общаться. Только она не перестанет. Вот в чем вопрос и проблема. Поздравлять вас с днем рождения. Так и слава богу, господи, у меня есть кому поздравлять. Переставаться жизнью внуков. Знаете, кому? Я сам себя поздравляю. Надо же. Это тот момент, который вы либо выдержите, и переживете. И переживете. Либо не выдержите, и вы останетесь в связке, в сцепке с такими манипулирующими родителями. Да. Что можно еще сделать? Вы можете отыграть это расставание, проиграть его, вот как будто вы актер некой пьесы или спектакля. Вы встаете в комнате, начинаете выстраивать этот диалог, потом встаете на место родителей, что-то отвечаете от его лица, злитесь, например, или обижаетесь, потом возвращаетесь на свое место. Это, в принципе, похоже на технику трестула, но отыгрывается уже в динамике, отыгрывается с перемещениями. Вы можете уйти, хлопнуть дверью. Ну, в общем, вот эти чувства, которые вы боитесь, что они будут подниматься в таком диалоге, прожить их заранее. Вы можете еще один сделать. Скоро Новый год. Мы вас поздравим, Михаил. Это неплохо. Ну, это такой... Мальчис написал мне, что я поступаю не по-буддистски. В запое, да, был? Что не хочу с ним общаться. Да у меня это зацепило. Знаете, такая хитрожопинка. Это такой хитрый способ. Можете взять лист бумаги и написать письмо себе от лица родителя, что дорогой мой сын или дорогая моя дочь. Я пишу... Ну, про психодраму Трестула это неплохо. Но, понимаете, а как этим еще и пользоваться? Как это все отыгрывать? Такие будут результаты. Тебя от своего сердца и от своей мудрой души. Я тебя благословляю на отдельную жизнь. Я тебя благословляю на свой собственный путь. Я... Ну, это гипноз в гипнозе. Это... Оважаю тебе взрослую личность. Но имей в виду, что моя разумная часть, моя сознательная часть будет этому препятствовать. Я буду возражать, я буду ругаться, обижаться или делать что-то или говорить что-то, чтобы оставить тебя... Она сама говорит, родители 5-6 лет недоразвитые, а какая там разумная часть? Там ее нет. Для меня... Имей в виду, это, например, мое эго, говорит. Это не я, это мое эго. Это какая нахуй разница? То есть вы это прописываете от лица своей мамы или от лица своего папы. Но здесь вот в чем хитрожопинка? Вы как бы самому себе... Хитрожопинка. Вы поняли? Хитрожопинка. Вот так. 92 тысяч подписчиков. А раньше была Родина. А сейчас вот тут только хитрожопинка. Это благословение и это может облегчить чувство вины или страхи. Потому что как бы от лица родителя вы уже благословили себя или вы уже дали себе добро на отделение. При этом проговорили и тот момент, что да, имей в виду сынулька или имей в виду дочерка. Я буду сопротивляться. Будь к этому готов или готова. Так. Про взять ответственность. Это, наверное, один из наиболее сложных моментов. Но ранее я его уже проговаривала. Вы можете про себя думать, что мама меня держит, мама меня не отпускает или родители. Меня не отпустят. Папа меня хочет держать возле себя. Давайте вот так. Взять ответственность на себя. Мама, папа что-то делают. Они что-то говорят. Они заинтересованы в том, чтобы вы оставались возле них, чтобы вы оставались подотчетными, подконтрольными, зависимыми, несамостоятельными. Они боятся вашей самостоятельности. В общем, с ними что-то происходит. Но то, что на вас влияет, это уже ваша ответственность. И вот этот момент нужно понять, принять, признать и признать то, что это мой. Давай и третье слово, три кита. Понять, принять. Третье слово, почему не сказала Анна Максимова? Пора работать. Ну, принять, простить, понять, проработать. 4П мы это называем. 4П мейнстрим психологии. Принять, простить, понять, проработать. Косяк. Это мои какие-то переживания, мои какие-то чувства не позволяют мне уйти, отделиться от родителей. квадро-пи, квадро-пе, 4П. Они, может быть, обижаются, они, может быть, плачут, они, может быть, хватаются за сердце, они, может быть, угрожают, но то, что я переживаю... Психологический квадробинг. Мейнстрим психологический квадробинг. Четыре точки опоры для мейнстрим психолога. Понять, простить. Это задние лапки, и передние. Пу-пу-пу-пи-пи-пи. И по ней, простить, и что там еще? Принять и проработать. Вот. Мейнстрим психологический квадробинг. Вот то, что меня держит возле них. Мои страхи, мое чувство вины, мое, мой страх самостоятельности, мой страх того, а как я вообще проживу без них? Или моя неготовность, как будто бы их потерять, я все еще хочу. Я как бы хочу усидеться на двух стульях и стать самостоятельным. Нет, не их потерять. Я все еще хочу, вот правильно начала говорить, все еще хочу получить от них любовь и принятие. Вот, то, что я вначале говорил. я все еще хочу и рассчитываю получить от них безусловную любовь и безусловное принятие. Состоятельным взрослым человеком, таким зрелым личностью и сохранить связь, контакт с родителями, хорошую связь, хороший контакт, чтобы мы дружили. Не всегда это возможно. Иногда бывает так, что или-или. И если вы стремитесь к самостоятельности, к свободе, то, возможно, доброе отношение с родителями это та цена, которую придется заплатить за свою самостоятельность. Вот молодец. Вы либо готовы заплатить эту цену, либо вы не готовы заплатить эту цену. Вот и все. Да. Ну, это вот такое основное, что я хотела вам рассказать по этой теме. Видео получилось очень длинное. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте. Так, хорошо. Читаем так. Тарарам, парарам. Так. Трата смысла жизни, витальности. Так, так, так. Дескоразельское отношение. Отношение между людьми. Так, так. Не, ну, в принципе, так вот. Пересекаемся мы с ней. Даже и по вот это там три стула, психодрама. Похоже. Да, но почему у нее 92 тысячи? А у меня 93 тысячи. Так, теперь какая-то еще обнаружилась тут. Вот как от таких матерей трудно уйти. Опять сепарация от родителей. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Все известные слова. Но интерпретация теперь следующего психолога. Тут 104 тысячи. Анна, опять тоже Анна, воровая. Четыре типа матерей, от которых сложно уйти. Как вообще происходит сепарация? Так, значит, у той, в принципе, неплохо могло бы быть и хуже. Но немножко по-детски все равно. Немножко так по-жертвенному, по... Ну, мы выяснили, да, это немножко Наталья Поклонская такая. Вот немножко такая девочка-припевочка, все еще в иллюзиях. То у нее иконка Николая Второго, а то у нее славянские руны. В общем, немножко витает в облаках. Ну, могло бы быть и хуже. Так, и картавость. Это уже напрягает. Теперь здесь оцениваем главный инструмент психолога. Голос. Ну, уже тоже напрягает, если честно. От родителей. Об этом в сегодняшнем видео. Здравствуйте, меня зовут Анна Ворова, я практикующий психолог. Для того, чтобы разобраться в теме неотпускающих матерей, важно понимать, как вообще происходит сепарация от родителей. Проще всего это понять на примере маленьких детей. Каждая из нас проходит сепарацию, и первый ее этап – это вообще рождение ребенка, то есть отделение от тела матери. Сепарация – это и есть... Ну, так это же говорил в предыдущем видео другой спикер, вот это Анна, вот та, Максимова. Она вот это про это говорила, а не что, из одного учебника, из одного учебника. Далее в шесть месяцев примерно ребенок начинает садиться, ползать, и все дальше отползает, в том числе и от мамы. Примерно в год он делает первые шаги. В два, в три года – это первое «нет». Как раз-таки тоже та самая сепарация, потому что сепарация всегда происходит в том числе и на агрессии. А «нет», «отказ», «не хочу» – это в том числе и проявление агрессии. Далее – это садик, школа, подростковый возраст. И подростковый возраст здесь особенно важен. Вот те истории, когда говорят, что я был правильным, хорошим подростком, не доставлял никаких проблем в этом возрасте родителям, они не всегда, скажем так, говорят о чем-то позитивном. Потому что в этом возрасте нормально, естественно, в каком-то смысле даже необходимо бунтовать, хотя это, конечно же, приносит много проблем и неудобств родителям подростков, ну и им самим тоже. И вот здесь мы подходим к первому типу неотпускающих матерей – это тревожные или гиперопекающие мамы. Почему так? Как правило, когда ребенок начинает делать первые шаги примерно в год, такая мама реагирует с сильной тревогой. Да, тревожится за детей, в общем-то, нормально. Вопрос в степени этой тревоги. Ребенок очень чутко реагирует на реакцию мамы. Он может не понимать многого на уровне вербальном, словесном, но на уровне более глубинном, невербальном он считывает реакции мамы. Вот я делаю шаг и оглядывается на маму. Как она реагирует? Вот я делаю еще один шаг. Что при этом происходит с моей мамой? Ну, не всегда это так буквально, но в целом это так. Ребенок постоянно сверяет свои действия с реакцией мамы. И если мама реагирует с сильной тревогой и страхом, то процесс сепарации блокируется и не происходит. Что происходит при этом внутри ребенка? Моя отдельность, моя естественная нормальная потребность в самостоятельности сталкивается с мамином страхом. Как будто бы если я становлюсь отдельным, то этим разрушаю маму, делаю ей больно. Поэтому возникает запрет на отдельность уже в таком раннем возрасте. Затем это уже проявляется во многих других психологических, не только, трудностях. Да, тревожная мама не дает уйти ребенку. Потому что внутри нее слишком много страха. Она видит мир опасным, угрожающим. Постоянно нужно быть на чеку. На детских площадках хорошо видно таких мам. Чаще в наше время это бабушки по своим причинам. Не лезь, упадешь, не беги, остановись. Вот что-то сейчас с тобой случится. Вот стой, замри и ничего не делай. То есть, по сути, не живи, никак себя не проявляй. Да, в дальнейшем, как правило, из детей тревожных мам формируются люди с тревожным, зависимым характером. Это те самые депрессивные, тревожные расстройства различного рода неврозы. И, конечно же, зависимости самые разные. Потому что что такое зависимость? Это неудачная попытка сепараться. Человек хочет уйти от этого первичного объекта, от мамы, но при этом попадает в другую ловушку и становится зависимым уже от другой мамы. То есть, проецирует эту маму на живой или неживой объект. Это может быть как бутылка, да, в случае алкогольной зависимости, игра, если это игровая зависимость, другой человек, если это эмоциональная, любовная, да, как проще говорят, зависимость, пищевая и так далее. Все зависимости как раз вот об этом недопройденном процессе сепарации в том числе. Что с этим делать, расскажу далее в видео. Второй тип матерей, от которых сложно уйти, это нарциссические мамы. О нарциссизме сейчас очень многое часто говорят. И здесь, как обычно, все зависит от степени. Бывают нарциссы на уровне психопатологии, то есть психически разрушенные, больные люди. А бывает, что в целом у достаточно устойчивой, нормальной мамы есть вот эта нарциссическая часть. Как это проявляется в таком более ярком варианте? Это тот самый известный бородатый анекдот про то, когда мама с балкона кричит, Вовочке, заходи домой. А Вовочка у мамы спрашивает. Мама, а что случилось? Я голодный, хочу писать или замерз? То есть вот эта история, когда сам человек не понимает, что с ним происходит, чего он хочет. А мама всегда лучше знает. Для нарциссических матерей ребенок как проект, как часть себя, своя рука или нога. И, конечно, свою руку и ногу никто не может отпустить. Вообще ребенок не воспринимается как отдельная личность. Он часть меня. А как я могу вообще отпустить куда-то часть себя? Ну, это просто невозможно. Это те самые мамы, которые водят детей в 125 кружков и английский, и шахматы, и бассейн, и еще куча-куча всего. Да, это те самые мамы, которые делают в лучшем случае, ну, вопрос в лучшем, не лучшем, да, делают из своих детей звезд. Это, к примеру, мама Бритни Спирс, это мама Милы Йович, в таких вот, скажем так, удачных вариантах. Но вопрос, насколько при этом счастливы дети, которые стали звездами. Это, опять-таки, нужно спросить у них, большой вопрос, ответят ли они честно. Потому что в истории Милы Йович как раз-таки ее мама была нереализованной актрисой. И всю свою нереализованность она направила в дочь. То есть дочь стала ее проектом, который во что бы то ни стало должен быть реализованным. Если ребенок такой мамы не оправдывает ее ожидания, если он ее разочарует, то, конечно же, это очень тяжкий груз для ребенка. Это нужно еще выдержать, сколько бы лет такому ребенку не было. То есть наркотическая мама, она в целом блокирует развитие ребенка. Вот ты должен быть только таким и никаким более. Ты должен быть только таким путем и никаким другим. И я лучше знаю, каким ты должен быть и что ты должен в жизни делать. Это уже транслируется ребенку с самого раннего возраста. Там нет вообще никакой темы безусловного принятия. То есть я принимаю тебя таким, какой ты есть. Нет. Вот ты должен быть таким, должен быть заключен в эти строгие рамки. И никак иначе. Иначе я накажу тебя, лишу любви, лишу вообще какого-то одобрения, что так важно для ребенка. Далее, следующий тип матерей, от которых трудно сепарироваться, это инфантильные мамы. Или мамы, дети. У таких матерей нет опоры внутри себя. Они сами еще психологически не выросли. Они постоянно сомневаются во всем. Правильно ли я делаю? Так или не так? Нужно постоянно с кем-то сверяться, как будто бы более авторитетным, более умным. И ориентироваться на эту фигуру. Опять-таки, как хочет сама мама, как она считает правильным или неправильным, она не понимает и не знает. Часто такие мамы очень так сильно увлекаются детской психологией. Это, с одной стороны, конечно же, замечательно, но у этого есть и обратная сторона. Вот прочитает такая мама где-нибудь, как правильно воспитывать ребенка. И она начинает... Нет, главная загвоздка, что это и не психология. Детская или не детская, неважно. Она увлекается фантазией. Она фантазирует. Нет никакой психологии детской. По крайней мере, то, что выдается за так называемую детскую психологию в большинстве своем, это просто гипноз еще очередной. Суррогат. Значит, она сказала, первая тревожная мама, дальше нарциссичная, а нарциссичная, потом инфантильная. Так это одна и та же мать. Нарцисс и инфантильная, и тревожная. Ну, если мы говорим НРЛ. Это она собрала... Вот зачем разделять? Это вся одна и та же мать. И тревожная, и инфантильная, и НРЛ. Именно так, очень так жестко, догматично следовать этим рекомендациям. То есть обратная сторона такой мамы – это гиперконтроль. Вот я сейчас все проконтролирую, всех вас проконтролирую. Вы должны сделать так, а никак по-другому. То есть такая вот гибкость такой матери не свойственна. Опять-таки из-за отсутствия опор. Ну, контроль – это тоже для НРЛ характерно. На себя она не может реагировать более гибко и понимать, в зависимости от контекста ситуации. Это вообще самое главное, по-другому. Где-то опираясь на свой инстинкт, как лучше в этой ситуации именно для ее ребенка. Нет, там этого нет. Но опять-таки вопрос в том, что если мама сама не прошла этап сепарации, сама психологически не выросла, то она не может передать этот опыт ребенку. Как бы там она много не знала, какие бы умные фразы, слова не говорила. Если внутри нее это не встроено, ну, ребенок это взять не может. Просто неоткуда. И четвертый тип матерей, от которых сложно уйти – это самый тяжелый случай психически больным мамы. Потому что там никакой сепарации вообще. Ну, так давайте еще раз. Нарциссическая, нарциссическая, так, Инна Садыкова, слушаю внимательно. Нарциссическая мать, НРЛ, пограничная мать, ПРЛ. Это, хоть мы это и называем, дефект личности между здоровьем и психотическим уровнем. То есть, прям тяжелой психиатрией, большой психиатрией, да, уже болезнью. Но вообще-то это и есть психическое нездоровье. Анна В. В. Равская. Это и есть психическое нездоровье. Потом, тревожно-депрессивная мать – это тоже расстройство. Это тоже психически нездоровая мать. Инфантильная мать – это НРЛ, то же самое. Нарциссическая мать – она выделила в отдельную категорию, вторую, на самом деле, или третью. На самом деле, это то же самое. Все это можно объединить. И это, конечно же, это, конечно же, психическое нездоровье. Это вялотекущая форма шизофрении, НРЛ, например. А она так раз, и четвертая категория, у нее вдруг пошла психически нездоровая мать. А до этого что, были здоровые, что ли? Речь не об этом взять не может. Просто нет куда. И четвертый тип матерей, от которых сложно уйти, это самый тяжелый случай – психически больные мамы. Ну, так они все, вы же перечислили, они все психически больные. На разных уровнях – невротические, пограничные, психотические. Но это все, а не здоровье. Никакой сепарации вообще речи не идет. Сепарация – это про границы, выстроенные границы личности, в том числе. У психически больного человека этой истории вообще и близко нет. Здесь, опять-таки, степень этой болезни. Да, особо тяжелые случаи, когда мама под диагнозом находится, состоит на учете у психиатра, бред, галлюцинации и так далее. И, как правило, детям таких мам им необходима терапевтическая помощь, потому что так или иначе они испытывают определенные психологические трудности в своей жизни, как последствия воспитания вот такой вот мамы. Бывают и более легкие случаи разъединения с индуктором, с источником бредового состояния. Надо разъединять больного с вот этим ребенком, если мы прямо про шизофрению говорим. Так называемый пограничный уровень организации личности. Но если сильно упростить, это что-то между нормой, нормальным, психически здоровым человеком и ненормальным. Ну, таких людей, как правило, нет бреда, галлюцинации и прочих ярких признаков психической болезни. Но в народе про них обычно говорят неадекватно. И не нужно знать психиатрию, психопатологию для того, чтобы понять, что с человеком что-то не так. Но не настолько плохо, чтобы отправлять его к психиатру и так далее. Ну, к примеру, вот такие пограничные мамы могут говорить своим детям не раз и не два и не в пылу ссоры. А вот так, как будто бы между делом, зачем я тебя родила, лучше бы аборт сделал. Ну, такой мамы сказать это, ну, в принципе, обычное дело. И она не понимает, насколько это травмирует ребенка, какую боли-то ему доставляет. Ну, здесь, опять-таки, желательно помощь специалиста для детей таких мам. Что с этим совсем делать? Да, если вы узнали, что у вас... Вообще, я не понял. Вот эти классификации, четыре штуки. Тревожная. Еще раз повторю. Тревожная, нарциссичная. Инфантильная. И теперь психически больная. Как это один человек и есть. Зачем это разделять? Я не понимаю. НРЛ – это на самом деле нездоровье полное психическое. Хоть это и пограничный, там, и уровень, неважно. Это вялотекущая форма шизофрении. Это человек нездоровый, мягко говоря. Это мы про невротика можем сказать, как условную норму. Но он там просто странненький. И мы его можем записать с его неврозом, с его тревогой в какую-то еще условную норму, которая корректируется там какими-то простыми такими элементарными вещами. Дальше начинается это уже вот то, что она говорит. Психически больная. Да, это прям больная. НРЛ – это больная. Как-то вот она странно так. Была вот примерно такая мама. Но первое – это то, что типы этих матерей часто смешивают. А, я забыл. Тема же матери. Тогда тут уже все начинают подбирать слова. Очень сильно так ерзать на стуле, так сказать, подгорает уже у всех. Так как бы что ни вышло. Ведь, говоришь, идет про целых матерей наших. Тут начинаются вот эти покасательные, вот эти вот тут тревожные, тут нарциссические, тут инфантильные, а тут уже больная. То есть немножко тоже такое, знаете, это эффект токсичного материнского воздействия на конкретно вот этого психолога. Дочь ее, да, по сути, она же не просто так психологом стала. Вот она и начала уже и в своей работе по привычке обходить нужные слова и смыкать одно с другим. Она так очень осторожно. Очень осторожно. Это имя выставляется и записывается в их профессионализм, а я это записываю в их жертвенность, а не в профессионализм. Они очень осторожные. И мама, и дальше, как это характеристика, они очень-очень так вот боятся обозначить, а больная мать. Особенно, если мы говорим о тревожной, гиперопекающей и нарциссической... Так, может, она имела в виду маму с официальным диагнозом? ...маме. Часто это, ну, вместе, как некий... Ну, так и Нарелла, это тоже диагноз? Винегрет. И что мешает вообще произойти сепарации? Вот человек узнает, что, да, была у меня такая мама. И что начинается дальше? А начинается обвинение, сильнейшая обида на маму, которая и так до этого была. Просто человек мог ее не чувствовать, не осознавать. Такого рода информация как бы поднимает все это. И человек западает в другую ловушку, которая тоже о не сепарации. Вот вся моя жизнь такая ужасная, потому что была вот у меня мама, такая вот неправильная, больная, какая-то не такая. И вся жизнь у меня наперекосяк. И человек слишком сильно и слишком надолго в это погружается. И это не о выходе. Потому что маму мы изменить не можем. Это еще одна важная вещь. Потому что детская часть нашей психики, наш внутренний ребенок, он все равно надеется. Вот как-то я сейчас над собой поработаю, что-то такое с собой сделаю, и мама изменится. И долюбит меня за все те годы, когда она меня недолюбливала. Но это большая иллюзия. И лучше, конечно же, поскорее от нее избавиться. Потому что мама, скорее всего, не изменится. Недолюбливал. Это тоже неподходящее слово. Недолюбливал. Не отражает того, что происходило в действительности. НРЛ-психиатры очень редко ставят. Раньше просто шизофрению ставили, и все. Ну так это и есть оно. Я же только что сказал. И не я это говорю и утверждаю. А более уважаемые люди. Уж куда более. Так оно и есть, конечно. А что, их вот эта фантазия, иллюзия, в которой они живут, это не перманентная галлюцинация вяло-текущая, хроническая? Так они, я говорю, как люди, живущие в фантазии. Они живут не в реальности. Они живут в своей галлюцинации. Понимаете? Просто это не настолько ярко, приступообразно, как у психотиков в их острых психозах может реализовываться. Это как бы размазано таким тонким слоем. И как бы это выглядит, как будто бы у человека просто, ну вот такой вот тяжелый характер там или еще что-то. Как бы в рамках, в рамки какой-то нормы, ну в таком обывательском понимании это укладывать. На самом деле это и есть галлюцинация длиной в жизнь. А их ложное, придуманное «я» защитное у нарциссов, это что не галлюцинация? Да, бывают случаи, когда в результате долгой работы... А их мания, величие, грандиозность, это что не галлюцинация? Вот и над собой отношения с мамой меняются. Но это, как правило, речь идет о достаточно зрелых, устойчивых мамах, когда мама поворачивается к уже взрослому ребенку своей, скажем так, более светлой стороной. Чаще бывает другая история, когда человек... То есть галлюцинация не в прямом буквальном медицинском, клиническом смысле, как действительно у психиатров это оценивается, а более в широком. Работая над собой, меняет восприятие мамы и отношение к ней. Мама не изменилась, но трудно измениться в возрасте 60+. Вообще трудно измениться, да, в этом возрасте, особенно, там уже все достаточно ригидно. Но человек по-другому видит историю своего детства, по-другому воспринимает свою маму. Потому что однозначно вот таких плохих матерей, их опять-таки немного, и это уровень психической болезни, что бывает не так часто. Потому что... Ну, здесь я в корне не согласен. Это, к сожалению, ровно наоборот. Это не редкое явление, это общее место. Это большинство таких детей. Однозначно плохих, с галлюцинациями, или которые с топором будут на тебя бросаться. Ну, может быть, таких меньшинство. Но у всех остальных, тех самых пограничных и вот этих вяло-вяло-вяло... Ну, кстати, шизофрения это тоже очень распространенное, на самом деле, заболевание. Просто оно очень тоже разное, многоликое. Прям реальное даже шизофрения. Это тоже человек может не расценивать, как именно тяжелую психическую болезнь. Ну, ребенок в смысле. Нет, это не откровенно плохих, мало, меньшинство. Нет, большинство. Их немало. Ну, это точно, что их немало, мягко говоря. Однозначно плохих. А кто вот это оценивает? Однозначно или неоднозначно плохих? При статистике 40% больных с шизофренией никогда не обращались к психиатру. Ну, да. В каждой маме есть светлое и темное. И важно, что... Ну, вот это вот пошло уже. Пошли уже... Пошел мейнстрим психологический квадробинг. Принять, простить. Покаяться. Это, кстати, еще есть. Понять и проработать. Это даже квинта уже, а не квадробинга. Человеку, застрявшему вот в этой обиде на маму, эту светлую сторону увидеть. То есть менять именно свое восприятие. И, конечно же, проживать, не давить эти чувства обиды, злости на маму. Рядом там меня заметно ходит чувство вины перед мамой. За то, что как будто бы я становлюсь плохой дочерью, плохим сыном. За то, что вот так вот к маме отношусь. За то, что на нее обижаюсь. Все это нужно проживать. Как происходит это проживание? Тема для отдельного видео. Но здесь главное в том, чтобы взять ответственность на себя за свое прошлое. И работать с собой. Далее, что здесь может помочь, скажем так, все-таки отпустить маму и позволить себе уйти. Понимание того, что в каждом человеке есть условно здоровая часть психики и травмированная, больная часть психики. У каждого человека так. Людей без травм не существует. Но в целом у психически здоровой личности это можно сравнить с материком, условно здоровая часть, и с островом, травмированная, больная часть. И травмы мамы наносят своим детям. Ну, размывание, размывание пошло. Размывание, размывание, размывание. Может быть, теоретически, очень теоретически, очень теоретизировано то, что они любят изучать в своих институтах и в учебниках. Может быть, формально оно как-то плюс-минус так. Но в реальной работе с клиентом это никуда не засунешь. И в реальной жизни, и в реальной работе. То есть, если вы начинаете вот это вот, есть светлая, есть здоровая часть, а есть травмированная, есть там темная. Ну, клиенты так будут стремиться оправдать своих родителей. Чаще всего. Тут задача-то в другом. Нам не важно. Надо дать понимание. Нам не важно, какая светлая или какая темная сторона. Нам нужно факты увидеть и осознать, объять своим восприятием и памятью, что с вами сделали конкретно. Не разбираться в причинах. Причина будет всегда одна. Психическое нездоровье родителей. Нам не надо копаться в их светлой или темной сторонах. Нам нужно фактически, фактологически понять, что с вами произошло. И что это действительно никак не поменять. Кроме как правильно на это наконец-то отреагировать. Вот что такое поработать, как она говорит, с собой. А я это называю поработать с мамой все-таки. То есть отношение выразить, в общем-то, к тому, что случилось с тобой благодаря такой маме и памяти. Зачем нам копаться в персоне так глубоко маминой? Ну да, мы найдем там параллели, скорее всего, зачастую с ее детством. С ее травматизацией у ваших бабушек, дедушек, у ее родителей. А у ее родителей найдем травматизацию от их родителей. То есть уже ее бабушек, у дедушек. Да, найдем. Но мы с кем работаем? Вы платите деньги за кого? За себя или за того парня? За вашу родословну, чтобы там копаться? То, что там это все из поколения в поколение передавалось, это факт. Это понятно. И этот факт, главное, это вы с вашим состоянием. Уже надо вот с вами, с вами, с вами разбираться. Как вы к этому относитесь и как вы на это реагируете? Вот это и будет градация. Либо взрослость, либо детство. Вот оно. Это уже ваши личные категории, отношения и реакции правильные взрослые на это. А пока мы копаемся в маминых светлых и темных сторонах, это нам свидетельствует только лишь дополнительно о том, что мы еще пока в детстве находимся. Мы все еще маму пытаемся там, значит, ну оправдать таким способом, очевидно. Я это расцениваю так, оправдать. Если сильно задаться целью, наковырять в матери психопатки, можно, да, что-то условно светлое. И что? И что? Вот благодаря такой теоретической базе, как у Анны, психолога, вот этого, накопаем. Так мы и у Чикатило накопаем хорошее светлое, и у Гитлера, ну накопаем, ну и что дальше? Ну а это светлое, пускай даже, крайний, конечно, первый случай, все перечеркивается сами знаете чем. Так же, как у этих психопатичных, абьюзивных и больных, Анна, больных психически матерей. Только больных мы берем не в строго клиническом, медицинском аспекте, да, а, например, когда обходит это слово, ну как бы. Мы берем более широкий диапазон больной, это НРЛ тоже, больной это, в принципе, тревожно-депрессивное расстройство, да, на фоне, допустим, пограничного расстройства, или там, как-то это вместе там протекает, это тоже больной человек. Тревожно-депрессивная мать больная, мать-невротик больная, она не способна дать любовь своему ребенку. А значит, для ребенка, вот мы не просто в вакууме, в невесомости берем, а с привязкой в плане отношений конкретно к вам, как к ребенку и как к клиенту на моей терапии. Контекст мы берем, вот конкретно для вас, ее это болезнь в широком смысле не давала, не давала ей вас любить. И не надо ее за это оправдывать и жалеть, это ее болезнь, а не ваша. А ваша, это то, что к вам прилипло в виде уже эффектов ее, этого отношения. Болезнь больная в широком смысле. Вот так, если брать, больная, да. Вот из этой травмированной части, как будто бы мама перемещается на... Так, ну все, там перемещение пошло в пространство. Так. Я люблю тебя, жизнь. Однозначно плохих, это если под забором рос и босой ходил. Нет, это еще не однозначно плохих. Это еще там светлое есть, видите, забор кто-то построил, может быть, даже папа с мамой, и босой ходил. Но ходил же, подарили жизнь, значит, это уже неплохие, однозначно. А все остальные неоднозначно плохие. По мнению спикеров. А значит, почти нет плохих. Вам теория нужна? Тогда к таким психологам, как Анна. У нее теория, не прикопаешься. Это называется защита диплома на кафедре. Супер. А теперь давайте в поля с этим материалом работать. И там вдруг, ты понимаешь, оказывается, что от этой теории отшелушивается практически все. Остаются там такие вот вкрапления, которые реально можно применить, взять на вооружение. И все. Да, ну так это на бумаге, в учебнике, в книжке, в образовательном видео, все в пиджачке. Все это теория, класс, супер, диплом подтверждает, квалификает. Класс. Что с этим дальше делать? С реальным человеком, с реальным клиентом. Теория, окей, а практика, когда начнется? А если в эту тему погружаться, надо тогда уже там разбираться, что на практике работает, а что нет. А тогда тут нужно пробовать, да? И отходить от этой теории. А лучше туда вообще не заходить так глубоко, как эта Анна психолог. Этот остров, на эту территорию травмы, внутри себя, и из нее... Ну, девочки же, они такие прилежные, а потом вот эти взрослые психологи, тетеньки, да? Они же прилежные, благодаря еще своим семьям, из-за которых они в эту психологию и окунулись изначально, вообще-то заинтересовались. Они же такие вот прилежные, правильные. У них все должно быть, ну, вот, ну, как, ну, правильно. Такие вот отличницы в школе. Все за чистую монету. Все они представляют, что вот эта школьная среда и там вот эти какие-то знания якобы школьные, это и есть жизнь. Да, это и есть реальность, это и есть жизнь, это и есть... Кто бы не выходит из школы и понимает, что... Да, они никогда не выходят из этого состояния. Школера. Они новые и новые себе гипнозы ставят прям самостоятельно. Почему они любят постоянно образование по пять этих самых высших образований? Это откуда? А чтобы один гипноз на другой наслаивался и их предохранял от этой реальности. Вот. Сначала школа так, надо еще дальше усилить, усилить эту стенку, ее прям так уплотнять, эту скорлупу вот этой теории мертвой, вот этих вот образований так называемых, то есть гипнозов, по большому счету. Вот. И это их будет защищать от реальной практики. Ну, вот транслируют все эти вещи, которые в итоге приводят к не очень хорошим последствиям уже для ребенка. Но в целом мама нормальная, здоровая, она достаточно хорошая, у нее есть эта светлая сторона, есть этот большой материк. А давайте теперь пересчислим, а в чем конкретно ваша мама хорошая? В чем конкретно она хорошая? Вот не просто мама хорошая, это как бы даже и по умолчанию, и светлая сторона. А теперь давайте поконкретнее, в чем она хорошая? Или какие-то примеры вы можете отношения конкретные к вам привести, эпизоды. В чем она хорошая? Давайте разберемся. Потому что еще одна ловушка, в которую часто западают люди, когда хотят сепарироваться, когда хотят улучшить отношения с родителями, они воспринимают... Улучшить отношения с родителями не получится, если этого не хотят взрослые, то есть сами родители. Вообще-то они модерируют отношения со своим ребенком. Они взрослые, и они модераторы этих отношений. Если они плохие, эти отношения, значит, они так решили. У них конфликт с вами. Я всегда подчеркиваю, не у вас с ними, а у них с вами. Они взрослые, они родители. Ничего вы с этого конца детского улучшить не сможете. Это задача родителей модерировать этот процесс, администрировать, улучшать или ухудшать, и вообще налаживать эти отношения, такие или другие, с ребенком. Вы с детской позиции не улучшите никогда отношения с родителями. Это задача родительская, потому что... Понимают маму как такую тотально плохую. То есть в каком-то смысле обесценивают то хорошее, что тоже было. Эх ты, сука ты. Не видят этого. Вот моя мама чуть ли не монстром была. Вот такая она ужасная. Ну, конечно же, это не о выходе. Далее, что здесь может помочь. Вот опять-таки, это обида на маму, которая не дает сиприроваться в том числе. Ее постоянное обвинение, это не понимание... Знаете, что напоминает? Это такой вот, как у Салтыкова Щедрина, бунт на коленях. Да? Это бунт или протест на коленях. Как-то там пришли стоять у корольца Барского, крестьяне, бунтовать. И ведь знают, что что-то там как-то там... Ну, короче, на колени встали и бунтуют. Ну, это или там в Беларуси 20-й год, да, лето. У них там протесты, они обувь снимали, чтобы на лавочку встать. Ну, это же как, нет, ну, мы же понимаем, это как понарошку, да. Это понарошку. Такой протест, где нельзя пачкать лавочку. Надо вставать, разуваться и на лавочку вставать в носочках. Это такая революция понарошку. Не, ну, как бы революция, ну, как бы и не совсем. Ну, все-таки, сами понимаете, лавочки красят, устанавливают. Нам же нельзя так. То есть, и вот это мне напоминает вот позицию таких психологов, которых бесчисленное количество. Это такой бунт на коленях. Это такие белорусы, снявшие обувь, чтобы залезть на лавочку и покричать за все хорошее против всех хуйни. Это не протест. И это не бунт, и не революция, и не сепарация. Это вообще просто игра, тогда детская. Если уже революция, тогда это пиздец. Да. И надо все эти издержки учитывать, и то все не учтешь. Ну, это как бы очень все жестоко, кроваво, но с результатом. Или тогда будет просто обувь сняли, на лавочку встали, и ничего. И ничего. Вот тогда вот такая сепарация. Все сделаем, все правильно, все по закону. И покричали, и фланги, и кандидаты оппозиционные совсем не согласились. И, и, и ноли результата. Вот это не сепарация у таких психологов, как Анна. Бунт на коленях. Маня того контекста. Да, это не обидно вообще. У нее на лице написано, она в гипнозе. У нее стрижка, как у ребенка. И голос, как у ребенка. Не, как у, как у, группы Рамонс. Вот такие стрижки там у них были. Рамонс. Голос, как у ребенка. Не лицо, а маска испуганного ребенка. Но отлично знающего теоретический материал. Зря вы Егор. Теория блестящая. Но она того, она и теория, что это фантазия еще пока. Это не закрытое никогда никем, кроме родителей, невосполнимое потребность чувствовать себя живым и с детства и необратимое во взрослые годы. Причем здесь обида. Ну, обиду надо просто выражать, чтобы от нее избавляться. Как минимум. Да? Времени, в котором... Она не дает, по сути, до конца опорожниться обидой и гневом. Вот этими всеми чувствами. Она так это немножко так пресекает и говорит, нет, ну что же, мы будем совсем уж мать обесценивать. Там есть и светлая, здоровая часть. И такое, знаете, мочеиспускание происходит. И в конце так раз вам не дают последние там капельки, которые будут вас беспокоить. Поэтому вам так говорят, нет, все, хватит. Нельзя, мать, так уж совсем выссать из себя. Давайте чуть-чуть заставим. Мочем по звере, чтобы он воспалялся. Жили наши мамы и наши бабушки. Потому что истории наших бабушек, да и прабабушек тоже очень влияют на отношения уже наших мам к ним. К нам. К нам. Ну это будет на коленях. Детей считалось нормальным, даже необходимым. Да, да, и гораздо позже это считалось необходимым. Потому что не было знаний, да, не было каких-то психологических знаний, какой-то информации. Ну было такое вот... Не-не-не-не-не-не-не-не. Дело тут не в знаниях. Дело тут не в знаниях. Понимаете, психическое здоровье и психическое нездоровье, это, опять же, не уровень интеллекта затрагивает. А это именно уровень психики. Отсюда это скорее больше как уходит в религию больше даже. Вот это вот психика, душа, религия. Интеллект, знания... В психологии это не сильно многое меняет. Это во все времена психическое условное здоровье и нездоровье неизменны. Это все одно и то же. Во все времена, в любых декорациях, в любые эпохи. Да, с поправкой на ветер, скорее, научно-технический, что-то такое. Но смысл один и тот же. Как любовь одна на весь мир, психически здоровая, на всю планету одна. Без всяких вариаций. Потому что это будет тогда уже отклонение. Это уже будет имитация любви. А значит, не любовь никакая. Так же и психическое здоровье. Оно одно на всю планету. Когда тебе больно, ты бьешь в ответ и убираешь, пресекаешь эту боль. Если это нападение, ты пресекаешь это нападение, убираешь источник боли. Ударил, убежал. Это природные, законные миллионы лет, которые формировались в нас. Это вот и есть здоровая психика. Это по природе вещей неискаженно жить. Вот как оно есть, как оно придумано. Не нами. А психическое вот это нездоровье, это искажение этих законов. Это когда больно, еще ближе присоединяться к этому источнику боли. И называть это, например, любовью. Вот оно извращение пошло. Вот оно психическое нездоровье. Или оправдывать этот источник боли, этого насильника, преступника. Вот оно пошло. Извращение, искажение, погрешность в психическом здоровье. Поэтому здесь я употребляю такое околорелигиозное слово грех. Слово погрешность. Непопадание в психическое здоровье. Искажение. Извращение. Неправильность. Как бы сказать, обман, иллюзия. Да, вот это вот что-то такое вот. Правда, ложь. Вот это тоже такое там, ну, околорелигиозное что-то. Не по природе вещей. Противоестественное. Вот что такое психическое нездоровье. Это всю историю человечества. Это не от знаний зависит. Это зависит от качества здоровья мозга. От здоровья психики. От вот этих вот как бы душевных, духовных, вот этих категорий их стройности, их неискаженности, их непораженности, их незатронутности, их незамутненности, незагрязненности и так далее. Вот это не от знаний зависит как таковых все-таки. Поэтому не надо это списывать. Не было знаний. А как люди без знаний жили раньше? Без психологических, блин. Как они жили? По природе вещей. А это и есть психическое здоровье. Поэтому я и называю мейнстрим психологию, психологию новой религии. И это такой же гипноз. И там знаний-то, кот наплакал, на самом деле, если начинать разбираться в этом. Поэтому не от знаний это зависит. Когда начинают вот это вкручивать. Не, ну раньше не было знаний, там в 80-е, в 90-е у наших родителей не было психологических знаний и подготовки. Ну, во-первых, были уже тогда. Во-вторых, они от этого зависят. Не от этого зависят. Не от знаний как таковых. Невежество. И это опять-таки контекст того времени, той ситуации. Так. Здорово, честь. Это, безусловно, детская любовь. К родителям ребенка выросла. Начинаю, давайте, цель. Сепарация по-белорусски. То есть отсутствие сепарации. Ну, не могла эта мама по-другому поступать. Это не про оправдание мам, как некоторые могут посчитать. Я посчитаю так. Но я не некоторые. Это, опять-таки, мы делаем, прежде всего, для самих себя. А-а-а, для самих себя. Это помогает маму принять. Потому что только... Зачем ее принять, если она не... Действительно, плохой объект. Зачем ее принять? Ее надо будет себя исторгнуть и исцерпнуть. Забыть себя. Все понимать. Ну, давайте, тыкали, как-то разберем на макулу и имем ее. Он у нас внутри аргумента будет начинать отправлять. Так, где же сепарат, когда... Мы можем уйти. И это... Принятие... 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 Того, как... Это больные люди. Только то. Про нездоровую функциональность здесь. Это принятие. Я здоровый. Что с этим летел? Самому человеку для того, чтобы вырасти психологически. Слышно. Раз, раз. Таким образом мы приходим к тому, что прежде всего важно работать... Психически, а не психологически. ... над собой. Если мы говорим о тревожной маме, то здесь, конечно же, важно работать с опорой на себя. С этим... На семенках психбольного понять, принять, простить предлагает белорусский психоаналитик. Но белорусский в широком смысле, да, как вы говорите, если... ... базовым доверием к миру. Бунт на коленях. Сформированием чувства безопасности. Начиная даже с простейших вещей. Те же самые регулярные практики. Дыхательные, расслабляющие. Все практики работы с тревогой, которые... Ну, это хуйня полная. Дыхательная, расслабляющая практика – это то, что я даю в своей терапии и на сессиях, и между ними. И это не про медитацию, и не про расслабление, и не про дыхание, как таковое. Потому что парасимпатика и симпатика у нас устроены по принципу электрического автомата в электросетке. Либо-либо. Либо у вас вкл, либо у вас выкл. У вас выкл тревоги будут в ответ на вкл максимальный. Вот вы максимально напрягли мышцу, сократили, она максимально тогда расслабится. Вы максимально подзагрузили себя в дневное бодрствование. Значит, у вас в ответ будет крепкий глубокий сон от усталости. Вы хорошо позлились, поагрессировали, избили, наорали, обматерили. Вы высказали все претензии, обиды, гнев, негодование, боль и все-все-все. Вот это вот максимально напряглись. И тогда у вас приходит расслабление. Симпатическая нервная система, автономная, вегетативная. И парасимпатическая, которая за расслабление у нас отвечает. Это либо-либо. Это переключение идет. Бинарная, абитуционная вот эта модель. Компьютерный код 1.0. Она этого кого-то не понимает. Что максимальное, еще раз говорю, расслабление будет вслед, как следствие, однокоренное слово, вслед. Вслед за напряжением. А напряжение в сторону матери, оно какого характера должно быть тогда? Ну вот, то есть я перечислил напряжение в плане выражения вот этого всего негатива. А вот эти ее сентенции по поводу того, что, ну там светлая, там здоровая часть. Это все пресекает процесс максимального напряжения и отдачи негативных эмоций, воспоминаний. Вообще всего того, что связано с матерью, с родителями в работе. Вот я говорю, это вот недоиспражнил, недоиспражнился, или как сказать, недоопустошил мочевой пузырь. Она вот это вот не дает вот этими своими правильными теоретическими запретами, хоть пусть миллион раз они будут правильные, но они пресекают гармоничный процесс вот этой психоэмоциональной дефекации. Понимаете? А значит, это не надо. Это не надо. Нам надо максимально опорожниться. Напрячься в этот момент, как и в реальном акте дефекации происходит. Напрячься. И вследствие чего придет автоматически, без медитации, йоги, веганства, дыхательных практик и аутотренинга, придет расслабление. Сначала напрячься надо. Тогда надо думать над тем, как напрячься, а не как расслабиться. Вот где главный закон буддизма тогда. Надо прободрствовать максимально. Надо вот выработать, отработать все гормоны, выделенные на день, мозгом, телом и так далее. Вот о чем надо думать. Как хорошо, активно, полноценно прободрствовать день. А не о том, надо думать, как расслабиться и крепко спать ночью. И это включится автоматически вслед за этим. За качественным бодрствованием. Опять не о том думают. Сейчас так много в сети. Главное делать их длительно и регулярно. Желательно всю жизнь, пока не сдохните. Если мы говорим... От такой матери, рядом с ней. Все будет медитировать, йога, духовность, эзотерика, Петр Лупенко. И вот долго... А сколько долго? Можно ли уточнить, Анна? Ну, хотя бы хоть как-то чуть-чуть обрисовать границы современные. О нарциссических матерях, то здесь, как правило, история с проблемной, неадекватной самооценкой. У детей таких матерей это непринятие себя. Тот самый комплекс неполноценности. 104 тысячи. Излишние, завышенные... Нет, конечно, глядя на этих коучей психологов, у меня каждый раз возникает осознание, даже не надежда призрачная, а четкое понимание того, что меня ждет успех. Потому что, ну, это настолько поверхностно. А раз у них 104 тысячи подписчиков, я думаю, блин, ну, так это же вопрос техники и времени, как говорится, да? Ну, это такое... Это такая жвачка формалистская какая-то, популистская такая риторика. Ну, как у Трампа практически. Вот, когда выборы-то будут скоро уже, до 5-го числа. Вот, ну, как-то все это так пресно, так это все невкусно, как будто бы жуешь какой-то полиэтилен, вот реально. Это я только про мысли говорю. Мысли имеются в виду, ну, главное, главное вот послание такое вот. Что, что человек хочет сказать? А уж про подачу-то я вообще не говорю. Это, ладно, уже дело вкуса, все это понятно, это... Я даже этого не касаюсь. Уже. ...требования к себе, перфекционизм. Вот это то, что передает... Так, принесли это успех. ...нацистическая мама своему ребенку. И здесь мы, конечно же, приходим к теме работы над самооценкой. К теме принятия... Над мамо оценкой. Есть мама и папа оценка. ...себя. Таким образом, человек выходит из этой истории, переданной... Не, ну, она прям психолог. Она прям вот именно психолог. Настоящий психолог. То есть, это все, конечно, мимо кассы. Так, а эти чудо коренны и разговор с психологом. Сепарация от родителей. Как сепарироваться от родителей. Мама, папа. Ну, на... Наряду с темой нарциссизма, тема сепарации от родителей... Это такая же модная абсолютно тема сейчас из каждого утюга. Тут 33 тысячи подписчиков. Какая-то Елена будет у нас сейчас. Сейчас быстренько и пойдем. И пойдем. А куда мы пойдем? А я пойду обедать. Взял себе 5 килограмм гречи. Все, это на зиму. До весны 5 килограмм у меня будет гречи. Привет. Новый выпуск разговора с психологом. Привет. И сегодня мы... Нифига себе, рот какой. Подождите. Я хочу еще раз... Говора с психологом. Привет. Ух ты, нифига себе. И сегодня мы обсудим важную тему, которую мы часто затрагиваем в разных абсолютно вопросах, которые обсуждаем в предыдущих выпусках. И это сепарация от родителей. И не только. Хотели бы вы читать людей, как доктор Лайтман? Угадывать, в каких чувствах сейчас находится ваш близкий человек? На самом деле, большую часть поступков и реакций человека возможно предсказать, и в этом помогает профайлинг. Методы профайлинга используют наблюдение и анализ внешнего вида связи. В смысле, вместе они и значат под одной крюже, а в целом. Да, в целом можно. Чего плохого, да? Ну, глобально. Ну, что плохого? Не, плохое много. А что плохого? Ну, потому ты не можешь строить свою жизнь как взрослый. Ты не видишь свою жизнь как взрослый, пока ты находишься в тесной связи с родителями. Да, вот в том-то и дело, что я остаюсь ребенком, если я не сепарируюсь от родителей, да? Ну, я отвлекаюсь народу теперь. Ну, я отвлекаюсь народу теперь. Это примерный процесс, как младенец рождается. Он же очень к маме привязан, потому что он в целом даже не может ходить, он не может есть, не может пить, ничего он не может. Только дышать он может, да, без мамы. То есть он все время у мамы, ну, там, либо у мамы, либо у человека, заменяющего маму. Первый кризис случается, когда он начинает ходить, да? То есть это там такой совсем ранний возраст. Это первый кризис. То есть он чуть-чуть сепарируется, он чуть-чуть отходит. Вот уже, и это как бы закономерно, да? Второй кризис случается, это, например, когда ребенок идет в школу, потому что у него новые социальные связи, он уже взаимодействует с новыми взрослыми. И нейронные связи новые. Управляет своей ответственностью в виде уроков и так далее. Вот чуть-чуть еще происходит взросление, да? Подростковый период, это тоже такой крупный кризис, да, которым все знают, пубертацию. Как твой род крупный. То есть у него появляется такое свое «я». Он уже хочет его выражать, там, как-то через бунт, это часто бывает, например, да? А почему это происходит? Ну, я не могу воспринимать таких девушек, женщин, в качестве психолога. Ну, вы понимаете, как я их воспринимаю больше. Ну, что это за психолог? Ну, в смысле, ну, я, у меня не монтируется одно с другим. По подростковому возрасту ребенку, ему даже важно не, он может, мама говорит красное, это красиво, он может тоже так считать, но ему важно вот отделиться. Потому что мамы же заигрываются тоже в эту тему, что нам надо сделать уроки, да? То есть, ну, ребенку уже это нам бесит. Он хочет быть отдельным, потому что у него уже и появляются там разные интересы. Ну, в плане, например, он начинает нравиться уже девочке, мальчику, он не хочет с этой мамой быть в связке. Он мог с мамой за руку ходить, понимаешь? Вот часто дети, например, ходят за руку с мамой, а как только они идут в первый класс, мама приходит за ребенком в школу, а ребенок говорит, все, я не хочу за руку идти. То есть, я хочу вот один идти. Потому что он уже хочет быть крутым, он хочет быть уже взрослым, да, и так далее. Сепарация от родителей уже во взрослом возрасте, то есть мы говорим, да, это все-таки очень важный процесс, потому что мама всю жизнь будет являться моей мамой, но я должна встать в позицию взрослый-взрослый. Мы с мамой с самого рождения, ну, с родителями, но с мамой в особенности. Мы с мамой, вот я родилась, то есть, во-первых, даже в животе, смотрю, у нас есть такая очень просто вообще симбиотическая связь. У нас одна пуповина, то есть мы вообще одну целую. Потом это разрезается. И вот важно во взрослом возрасте эту пуповину тоже разрезать. Иначе что будет? Иначе у нас с мамой так и будет. Нам этот парень подходит, например, или нам эта девушка подходит. Да, 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 да. Или будет, что мама выбирает за меня, куда мне, в каком институте мне учиться. Профессию. Профессию, что угодно. С кем мне общаться, с кем мне дружить, что мне надевать. Мне уже 30 лет, или мне 40, или мне, ну, понимаешь, то есть я уже вообще-то взрослый там дядя и тетя, А я до сих пор продолжаю под будочку мамы плясать. И, ну, это же может быть и не в агрессивном варианте. Мне это, в принципе, может и нравиться, потому что мама для нее вообще выбирает какие-то классные вещи. Но дело в том, что мы на этот свет не родились для того, чтобы быть вот все время ребенком. Мне важно повзрослеть, потому что только у взрослого человека могут быть нормальные... Мы вот все время говорим, что для выстраивания партнерских нормальных здоровых отношений важно, чтобы встретились два взрослых человека. Если я мамина дочка, а ты папенький сынок, о каких взрослых отношениях может идти речь вообще? Эти отношения всегда будут невротическими. То есть вот даже с точки зрения, то есть зачем мне взрослеть? Да просто за тем, чтобы у меня были нормальные отношения, чтобы у меня были нормальные взрослые, здоровые отношения, чтобы у меня получилась нормальная, взрослая, здоровая семья, чтобы я смогла там родить детей и так далее, чтобы у меня получилась моя нормальная взрослая карьера. Потому что все это невозможно, если я не сепарирована от родителей. Мне кажется, тут важно заметить один момент, что сепарация – это не значит отдаление с точки зрения необщения или вообще там неуважение мнения, или неприслушивание к мнению и прочее. Опять бунт на коленях начался. Не, ну не то, чтобы мы уж там будем с мамой ссориться, не дай бог ей поперем что-то говорить. Нет, мы просто как-то там сепарируемся, ну бесконфликтно. Не значит, что мы с мамой так дружим всю жизнь, и я все равно строю хорошее отношение и карьеру. Да, это нормально. Во взрослом возрасте губительно зависит от родителей, от их мнения, от этих вещей, как ребенок. Ну то есть вот это главная мысль. Не значит не общаться, игнорировать такое не надо. Уважаем, любим, и целуем. Вот, например, да. Не, ну видите, такое не надо. Уважаем, любим, а и сепарируемся. А как? А так не получится. Это опять жопы на двух стульях. И уважаем, и любим, мы общаемся, но сепарируемся. А родители токсичные. Это с нормальными родителями так можно. Но не с дисфункциональными уж точно. Тогда и не получится. Опять, они про кого говорят? Про каких родителей? Психически здоровых или психически нездоровых? Ну, блин. Да, вот, допустим, парень 30-летний говорит, я уволился с работы. А потом как-то в разговоре еще уясняется, что он не сказал об этом родителям. И не хочет говорить. И что? Почему? Ну, он же поженился. Так, две идиотки, меня уже тошнит от них. Для меня это две шизофренички. Ну, по большому счету, да, мы сейчас будем уже заканчивать. Я просто рот корене приметил немножечко, понимаете. Я не хочу их растаивать, я не хочу их огорчать. Это значит, что? Вот такая маленькая деталь. Но она что означает? Что он не хочет огорчать своих родителей, потому что он для своих родителей все еще является... Смотри, он причем работает, то есть он вообще финансово независим от них. Но при этом... Ну, работать и зарабатывать разные вещи, потому что зависимо, что он работает за три копейки. И это не дает ему никакой экономической свободы реальной. Ребенком, который может огорчить родителей, который не хочет их огорчать, не хочет их огорчать, разочаровывать. Как пробойку детства. Я не знаю, что, да. Либо я развожусь со своим... Так, в голубом... В голубом. Это коренные. Обидушка, обидные губки все время вниз. Сейчас заплачутся, сейчас обидятся, сейчас огорчатся. Так, у вас что, профайлинг начался? Ужал. Я могу об этом... На этом диване им надо ролик не о психологии снимать. Это не их занятие. Ох, друзья мои хорошие. Смотрите, я если заведусь, потом уже меня не остановить. Мне рассказывать причины одни, допустим. Согласен, согласен. Немножко такой ракурс. Это как немножко... Ну, бывают такие художественные врезки в начале порнофильмов, порнороликов. Ну, как бы там учитель, или какой-нибудь там сантехник. Ну, что такое. Это начинается такая прелюдия. Типа даже все, в принципе, нормально. Но дальше, да. Дальше уже обстановка, она как бы подразумевает, что будет происходить дальше. Сейчас моя мама начнет это всем трепать, всем родникам. Я не хочу сейчас пока это. А другое дело, что я не рассказываю, потому что я не хочу маму разочаровать свою. А она подумает, что вот я не могу нормально, понимаешь, отношения выстраивать. Не только ведь развод. Ну, и наоборот, если ты встречаешься с девушкой, которая не нравится твоим родителям, то ты ее любишь, у вас любовь. Она такая коренная, такая недовольная. Знаете, такой тип женщин, ну, на самом деле, нарциссик чаще всего. Они такие вечно всем недовольные. Вот вроде все отлично, но вот на их лице застыла маска недовольства. Вот это коренная как раз. Все хорошо по неизвестным галактикам. Это даже не обида, а как будто бы, ну, так с претензией, с как-то неудовлетворенностью. Это как будто бы ей не додали. В этом смысле обида. Кто ее слушает, ну, она перед парнем сядет, ему уже сразу за себя перед ней неудобно. Как будто он еще ничего не сделал, но уже накосячил. Ну, типа того, да. ...причинам она не та, которую бы ждали родители с тобой. А, возможно, и нет такой девушки, которая ожидает. Ну, это как бы второй вопрос. Ты съехался, ты уже живешь в ней. Но мне важен опять, понимаете, одна... А, это лайков, а просмотров вы только посмотрите. Но это, правда, двухлетней давности уже с лишним. Ну, 22 тысячи просмотров за два года. Да нет, ну, это нормально, в принципе. Ничего особенного. Так, вот, кстати, еще коренные есть. А что за коренные у нас такая нарисовалась с таким вот том-то? Не обязательно. А то так, может, пойду к ней. В терапию. Так, что там? На самом деле, влюбляемся-то мы не в человеку. Да, давай. Не обязательно ждать, пока случится что-то вот такое, чтобы мне осознаться в том, что жизнь моя происходит сейчас. Вот, вы не надо ждать вот этого момента. Можно это начать делать сегодня. А как? Например, я с клиентами делаю такую практику, да? С клиентами, да, вы поле, с каким? С клиентами, да, вы поле, с каким? С клиентами, да, вы поле, с каким? Люди обычно живут либо в прошлом, либо в будущем, да? Да, то есть в настоящем жить сложно. Есть, например, такое упражнение, как представить, что тебе осталось жить один год. И вот мы садимся и расписываем, что человек. Ясно, понятно, я так и знал. Давайте закончим на этом. Ну, это все, конечно, пурга оконченная. Расписывать, представим. Жить осталось один год, один день. Вы все равно этого никогда, дай бог, вам не представите. Вот, этого никогда невозможно представить искусственно. Вот, когда это случится, не дай бог, вместе с объявлением какого-нибудь терминального состояния или диагноза, вот она, человек, реально в это погружается. И это совершенно не то, что предлагает сделать коренное в рамках своей терапии. Это, конечно, все. Снова модальность по манде ладошкой. Вот. Хорошо, друзья. Значит, мы с вами прекрасно провели время. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам за ваше присутствие. То, что включаетесь, подключаетесь, пишете, слушаете. Спасибо вам. Благодарю за донаты, за подписки, кто подписывается во второй канал с книгами, с книжными чтениями. Очередной визот, которого будет сегодня вечером в 20 по Москве, перенес на вечер. Ну, сейчас выходные, и вечером все соберутся, мы все соберемся, почитаем Сапольский. Подписывайтесь, кому интересно. Приходите на бесплатную консультацию, короткую ко мне. Познакомься, я вам все объясню, как я работаю. Чем мы с вами будем заниматься. Так, что еще? Ну, и завтра прямой эфир в 20 по Москве, по понедельник, как обычно. Ну, и завтра еще выходной у вас дополнительный. Да, вывесили, кстати, я смотрю в окно. Российский триколор, флаг. Так, это, конечно, добавляет антуража в преддверии Дня народного единства. Но есть одна небольшая загвоздка. Небольшая. А что за народ конкретно? Что за народ, я не понимаю. Какого единства, на каком народа именно? У нас их, как бы, вроде много. Если говорить про этнический состав государства. Разные, слишком разные категории. Категории и классовые, и расовые, и этнические. Там, я не знаю, какие угодно. Какого народа-то единства? Это я все понятие могу. Русского народа? О, а тогда национализм начался. Так или нет? Да. Все. Значит, какого-то другого. А какого другого? Я не понимаю. Что за народ, на единстве? Какого народа? Можно уточнить или нет? Его же нету в России. Никакого народа. Есть много разных народов, народностей, этносов и национальностей. Дай Бог всем здоровья. Но не надо обманывать людей. Но завтра, конечно, мы будем праздновать этот праздник. Потому что что? Потому что главное это Родина. Отпускаю вас. Хорошего вам, приятного дня. Люблю, целую и обнимаю вас. Берегите, пожалуйста, себя, мои дорогие. И до встречи завтра. Пока-пока. Ваш любимый психолог Михаил Басинский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok